Доброе утро! Может меня на стол посадить, чтобы всем видно было? Я не знаю, что делать. Я не вижу аудиторию, как лекцию читать. Повыше, да? Посадим меня повыше. Ну куда деваться? Сейчас что-нибудь придумаем. Так невозможно читать лекцию просто. Я не вижу людей, я не знаю, кому я читаю. За 20 лет чтения лекции я первый раз на столе буду читать лекцию. В Риге. Экзотический такой вариант. Я никогда с этим не сталкивался в своей жизни. Все нормально. Очень знаменательно, потому что мы сегодня читаем лекцию болезни разума. Все нормально. Все нормально, вам лучше, да? Правильно, ведь это лучше вот так вот, чем это. Ну пускай меня немножко, надо мной немножко посмеются, зато семинар хороший будет. Так, сегодня очень серьезная тема. Согласно ведическому знанию, единственная проблема нашей жизни заключается в том, что у нас не хватает разума контролировать наш организм, нашу психику. фактически любые беспокойства означают, что нет силы в разуме поверить в то, что счастье есть, что все будет хорошо. В этом заключается большая проблема. И фактически единственный способ решить эту проблему, это ежедневная практика разума, йога разума. Ежедневная практика по тому, чтобы разум активизировать, сделать сильным. Сегодня я проснулся в 5 утра, потому что лег где-то около 12. И это нормально еще время, хотя я встаю в 4, для меня немножко поздновато. И дальше я почувствовал, что психика, ум, все как деревянное, то есть нет сил. И что я дальше сделал? Я дальше омылся, надо хорошо помыться под душем, для того, чтобы привести себя более-менее в порядок. Ум постепенно ожил. Появилась какая-то возможность что-то делать. И потом в позе лотоса, то есть когда садишься в позе лотоса, в подмассану, то энергия в теле начинает двигаться. И это вызывает очень сначала такое болезненное ощущение, как будто вот как ломки после наркотиков. То есть такое состояние, как будто все оживает. И я начал молиться. Начал сосредоточиться на Боге и начал молиться. Я молился два часа. То есть где-то первые 30 минут было ощущение, что как будто ничего не двигается, психика не двигается, потому что оно вчера было переутомление. Потом дальше, когда два часа прошло, то была легкость, свежесть, ясность, состояние полного спокойствия, счастья, что все нормально. Вот. И потом еще 40 минут йоги. Я занимался еще йогой с утра и все. Видите, я более-менее нормально выгляжу, да? Как огурчик, да? Эта деятельность называется йога разума. Она ничего общего не имеет с тем, что мы привыкли делать в нашей жизни. Фактически подготовка себя к тому, чтобы что-то сделать, должна в нашей жизни занимать немало времени. потому что если мы этим не будем заниматься, то то, что мы будем делать в своей жизни, будет очень некачественно. Допустим, мы хотим сказать что-то сыну, допустим, своему близкому человеку. Мы хотим ему сказать какое-то слово. И в конце концов, через много-много раз бесед, мы замечаем, что мы не можем донести то, что мы хотим сказать. Близкие люди не слышат нас. По той причине, потому что у нас нет силы разума. На самом деле, только сильный разум способен донести. Слабый разум не может ничего сказать. Он не мой. У него нет звука. И мы живем в полной пустоте. Мы не можем донести до людей ничего, что у нас есть. Мы не можем с ними контактировать, с близкими, особенно людьми. По той причине, что у нас нет сил на это. И причина тому заключается в том, что мы живем неправильно. Мы эти силы не копим, не культивируем. Мы ждем, что они сами появятся в нашей голове, но они никогда не появляются сами. Вот я вам рассказал сегодня, что я делаю с утра. Я так точно так же, я живу уже 15 лет, и каждый день я это делаю с утра. И только так можно гарантировать, что ты будешь счастливым человеком. Человек не может быть счастливым, если он совсем не работает над собой, если он ничего не изменяет в своей жизни, если он не пытается победить ту силу, которая наваливается на него в результате судьбы. я уж не говорю те ситуации, когда человек заболевает злокачественной опухолью, туберкулезом и так далее, такими болезнями, когда человек уже должен где-то полдня как минимум заниматься тем, что он должен восстанавливать свой разум от психической травмы, которую он получил в результате судьбы. Вы готовы к тому, чтобы признать, что это так? Вы понимаете, что по-другому жить невозможно? Если человек этого не понимает, значит, он не будет счастлив. Это невозможно, потому что мы живем сейчас в среде, которая очень абсолютно больна. Это больная жизнь. Посмотрите, люди все хмурые ходят. У вас довольно культурная среда, то есть у вас довольно культурный город. Вы, наверное, имели опыт поездки в метро в Москве? Или, допустим, просто в автобусе? У вас все гораздо лучше, но все равно очень тяжело жить по-любому. И без йоги разума, без работы над собой, без вот этого восстановления ощущения внутреннего счастья невозможно ничего сделать. Невозможно жить нормально. И человек, который этим не занимается, он будет болеть. Есть две категории болезни разума. Это неизбежность для тех, кто имеет неправильный настрой. Есть два типа людей. Одни из них очень ленивы. Они не способны заставить себя быть счастливыми. У них нет веры, что вот это действие, которое я вам сейчас сказал, может изменить жизнь. Они просто живут очень инертно и думают, что жизнь сама изменится, верят в это. То есть, есть два типа людей. Один из них верит, что жизнь сама изменится. Одни люди верят, что жизнь должна сама поменяться и ждут это. А второй тип людей, они в это не верят. И они верят, что надо самому все менять, иначе ничего не поменяется. Вот те люди, которые верят, что жизнь сама изменится, согласно ведическому знанию, называются недостаточно разумными. Есть еще вторая категория недостаточно разумных людей. Это те люди, которые считают, что без помощи высших сил они сами поменяют свою жизнь с помощью только своей силы. Так, недостаточно разумный человек недостаточно разумен для того, чтобы следовать наставлениям истинного знания. В результате он обречен на болезни разума. Есть еще другие люди, которые считают себя слишком разумными, и они слишком разумны для того, чтобы принять наставление высшего знания. Так что с позиции болезни разума эти две категории людей равноценны. Одни из них считают, что они сами со всем справятся, им не нужно там изучать, ходить на лекции, слушать духовный звук и так далее, получать знания от Писаний, но не считают, что у них все в порядке с этим. Эти люди находятся в той же ситуации. Просто одним падать не высоко, а другим очень высоко. Разница всего лишь в ударе во время падения, насколько высоко придется лететь. В этом заключается разница. Итак, сейчас я вам расскажу несколько стадий, как человек из-за эгоистического состояния переходит в состояние, в котором он действительно способен двигаться по пути прогресса. Это тестовый такой, в тестовый режим переходим сейчас. Попробуйте понять, в каком состоянии ваша психика находится. Итак, первая категория людей. Для тех людей, кто очень сильно привязан к телесному счастью, изучение ведического знания и практическое следование ему становится невыносимо тяжким бременем. Но люди, которые подчинены телу, другими словами, тому, что хочет тело. Что тело с утра хочет? Спать. Человек подчинен телу, человек верит своему телу. Он верит, что тело хочет то, что нужно. Неизбежные проблемы. Человек не может следовать йоге разума. У него большие проблемы. Дальше вторая категория людей. Для тех, кто поглажден наслаждениями этого мира, тяжким бременем становится любая мудрость, которая учит их обратному. То есть первая категория людей, просто сама идея, что надо что-то изучать, для них это тяжкое бремя. Они даже изучать не хотят. Вторая категория заключается в том, что они готовы изучать, пожалуйста, нет проблем, они готовы изучать, но только то, что согласуется с их желаниями наслаждения. Ну, допустим, я какой-то сказал, какую-то идею, что вот этого делать нельзя, допустим. Все, изучение закончено на этом. Это не согласуется с моей идеей внутренней. Это те люди, которые считают высшим счастьем наслаждаться в этой жизни, наслаждать себя. Дальше есть другая категория людей, которые уже поняли, что не надо наслаждать себя, надо работать над собой, но заставить себя работать над собой они или не могут, или не хотят. Для них тяжким бременем становится собственный ум. Они не могут с ним прийти в гармонию. Постоянная борьба с умом идет. То есть ум сильный и разум сильный. Идет постоянная борьба, кто пересилит, кто станет сильнее ум и разум. И для тех людей, которые поднялись над умом, разум стал сильнее, тяжким бременем становится материальное существование. Для них тяжким бременем становится вот эта вся деятельность, связанная с телесным счастьем. Они не хотят слишком много кушать, они не хотят слишком много спать, они не хотят слишком много наслаждать свои чувства. Понимаете, для них это тяжкое бремя. Самое лучшее в их жизни это занятие самосовершенствованием, принесение счастья другим людям и так далее. В этом заключается идея их жизни. Распределили классификацию, на каком уровне вы оказались, попытайтесь понять. На каком уровне развития отношений с самим собой вы находитесь, попытайтесь понять. Это очень важно для того, чтобы понять, что делать дальше. Теперь в йоге разума есть очень важный момент. У каждого человека есть хотя бы одно чувство, которое больше неуправляемо, чем остальные. Например, некоторые люди хотят смотреть то, что не нужно смотреть. Другие люди хотят чувственных наслаждений через контакт с кем-то, чрезмерных. Третьи люди хотят излишне кушать. Четвертые люди хотят слушать не то, что нужно для развития, для духовного счастья. И так далее. И Махабхарта говорит, что если хотя бы один из пяти чувств дает течь, то есть не хочет он развиваться, то из этого отверстия вытекает весь его разум, подобно тому, как вода вытекает из делявого кожаного бурдюка. Это очень важный момент, что если мы не сможем совладать хотя бы с одним чувством и будем себе хотя бы что-то позволять, то неправильная концепция счастья войдет в разум через эту идею, будет там жить. И счастье наше развитие как счастливого человека на этом закончится. Давайте теперь немножко продиагностируем в чем заключается разница между здоровьем разума и болезнью разума. Итак, в состоянии здоровья разум как настроен? Он испытывает состояние умиротворения мира. Первый важный критерий мир. Есть у вас умиротворение или нет? Попытайтесь понять. Или есть беспокойство внутри? Второй критерий. Беспокойство всегда означает неправильные привязанности к чему-то. Допустим, я хочу слишком много в жизни денег для себя беспокойство. Я хочу слишком много больше, чем не положено семейного счастья беспокойство. Я хочу в своей жизни больше чего-то от своих детей беспокойство. Я хочу в своей жизни больше, чем не положено здоровье, допустим, не положено много здоровья иметь беспокойство и так далее. Человек беспокоится всегда, когда он хочет больше иметь, чем ему положено Теперь вопрос другой. Можно ли быть счастливым в простых условиях жизни? Ну, допустим, простые условия. Ну, допустим, нет горячей воды, но есть возможность ее подогреть. Можно быть счастливым или нет? Можно. Что мешает? Желание иметь другие условия жизни. Мешает быть счастливым. Это желание душит человека. Оно как змея, которая обвелась вокруг шеи. Понимаете? Это желание не дает жить спокойно, не дает человеку быть счастливым. Допустим, я пришел в этот зал, и у меня был выбор. Или вас запихать наверх и там в темноте вас держать, или залезть на стол. Я подумал, подумал, решил залезть на стол. Не было другого выхода нормального. Вот. И это важно, что человек должен быть удовлетворенным в тех условиях, в которых он находится. Понимаете? Это очень важно, быть удовлетворенным в той ситуации жизни, в которой он находится. Итак, спокойствие. Шанти. Мы будем изучать на следующей лекции есть шанти-мантры. То есть, для того, чтобы умиротворения достичь, человек должен слушать и повторять шанти-мантры. Или на русском, или на латышском, или на санскрипте. Вот есть разные шанти-мантры, которые настраивают в разном направлении. Я желаю всем счастья. Переводится. Я хочу, чтобы все были счастливыми. Переводится. Сорве шанту, нера моя. Я хочу, чтобы все достигли умиротворения в этом мире. Сорве бадрани, пашьянту. Я хочу, чтобы все живые существа достигли заветного. Накашчет, дуг, бават, бавет. Я не хочу, чтобы кто-либо страдал в этом мире. Хорошая молитва. Таких молитв достаточно много. Ведах. И мы должны учиться их повторять каждое утро, чтобы настроить свой разум правильно. Правильно. Это очень важно, потому что настройка сбивается не только каждое утро. Ночью, когда мы просто спим, настройка капитально сбивается. Капитально. И все самое плохое завладевает нашим умом. Мы должны какое-то время с утра настраивать разум и делать это очень принципиально, ежедневно и очень серьезно. Не нужно делать себе никаких поблажек в этом плане. Каждое утро нужно настраивать свой разум, иначе будет очень серьезная ошибка совершена. Потому что если разум не контролирует ум, ум может сделать все, что угодно в этом мире. Он абсолютно непредсказуем. Можно сильно обидеться на кого-то, можно совершить неправильный поступок. Можно сделать много глупостей, и из-за этого может возникнуть болезнь разума. Больше того, мы не знаем, что жизнь принесет нам сегодня, прямо сейчас. Мы должны быть готовы ко всему, поэтому разум должен быть очень сильным. Дальше. Шанти – это первое. Любовь ко всем живым существам – это второе, что имеет здоровый разум. Человек должен постоянно испытывать любовь ко всем. У него не должно быть с этим какой-либо проблемы вообще. Дальше. Человек должен быть отречен от любой идеи, что ему что-то надо сейчас. Ну, допустим, хочется кушать. Ну и хорошо, придет время, покушаю. Не надо сильно об этом беспокоиться. Не надо думать, свой ум, свой разум настраивать в этом направлении. Хочется кушать – очень хорошо, будем терпеть, развивать в себе выносливость. Очень хорошо. Это помогает мне. Хочется кушать, когда помогает или нет? Конечно, помогает. Потому что, когда хочется кушать, активизируются все функции организма, улучшается качество пищеварения. Организм стряску получает, необходимую для жизни. Поэтому, если человек постоянно сытый, это значит, что он больной. Это на самом деле так. Человек должен хотеть кушать хотя бы иногда, в течение дня. Если он не будет хотеть кушать, он будет болеть просто. Потому что желание кушать означает активизация функций всего организма. А сытость наоборот. Организм падает в пячку. Это очень важно знать. Это принципиально важная вещь. Теперь, приятная, допустим, ломота в теле. Не знаю, приятная или нет, а просто тело усталое. Это хорошо или плохо? Это очень хорошо. Мы должны каждое утро тело активизировать, чтобы оно немножко уставало. Потому что оно от этого оживает, продлевается, продолжительность жизни увеличивается. Человек не должен в лене его держать. Оно от этого умирает. Знаете, что невостребованная функция любая в теле, она отмирает. Мы руками мало двигаем, мышцы атрофируются. Понимаете, невостребованная функция отмирает. Гибкость – это основа молодости. Если вы, допустим, йогой не занимаетесь с утра, не делаете упражнения, то в результате у вас окостеневает тело. Оно становится старым, оно стареет. Можно 20 лет постареть. Тело может деревянным стать 20 лет, если человек его не разминает. Я, если три дня на гибкость упражнений не делаю, я чувствую, что я старею. Я начинаю стареть. Это очень опасно. Просто все в сравнении познается. Дальше. Самоотречение. Настрой на самоотречение. Конечно, нас будет ко всему привязывать. Нас будет всего хотеться, особенно женщинам. У женщин в целом психика очень сильно, ну как бы она соткана из привязанностей. Поэтому женщины не должны слишком сильно настраиваться на отречение. Они должны учиться правильно привязываться. К мужу надо учиться привязываться каждый день позитивно. Прощать ему все недостатки и думать о его позитивных чертах характера. Я вам сейчас одну формулу восстановления семейных отношений скажу. А дальше живите как хотите. Есть четыре способа отношений. И они сидят у нас глубоко внутри. Они связаны с нашим прошлым опытом. И только один способ из них связан со свободой выбора. Первый способ. Я хороший, а ты плохой. Это означает, что что бы я ни говорил или не говорила. Доброе утро. Как у тебя дела? Я хороший, а ты плохой. Вроде бы все правильно сказано. Но в этой фразе есть неуловимая деталь, что ты недостаточно хороший человек. Недостаточно хорошо ко мне относишься. Я хороший, а ты плохой. Очень частая, самораспространенная модель общения между супругами. Уничтожающая полностью семейное счастье. Второй вариант. Иногда бывает, случается. Ты хороший, а я плохая. Доброе утро, дорогой. Как у тебя дела? Не работает. Делает отношения еще хуже. Потому что человек, когда мы так себя ведем, вообще в нас разочаровывается. Если сам себе разочаровался, то кто тогда будет тебя любить? Кому ты нужен? Третий вариант. Еще реже бывает, но случается. Ты плохой, и я плохая. Доброе утро, дорогой. Как у нас дела? Последний, как вы уже поняли, главный вариант, который связан только со свободой выбора. Надо побеждать себя в этом варианте каждую секунду. Называется, я хороший, и ты хороший. Доброе утро. Как у нас дела? У нас все нормально? Только в этом варианте можно общаться с близким человеком. Только в этом варианте, и больше никак. Иначе никаких вариантов быть счастливым. Допустим, близкий человек грубо себя ведет. Он настроен неправильно. Его вариант, допустим, я хороший, ты плохая. Надо подходить к нему и говорить. Доброе утро, как у нас дела? Не обращать внимания на его настрой. Побеждать. Мы должны быть победителями в жизни. Мы должны победоносно жить. Мы не должны обращать внимание на то, что кто-то хочет быть пораженным. Кто-то хочет не быть победителем. Понимаете, победитель ведет себя только так и никак иначе в своей жизни. И для того, чтобы так говорить, для этого надо сильный разум уметь. Для этого надо с утра молиться, учиться и так далее. Я вам скажу по секрету, что если вы не читали молитву с утра, вы не сможете сказать, как надо, даже если вы сильно захотите. В этом заключается большая проблема. Мы когда говорим, допустим, я хороший, ты плохая, результат – скандал. Ты хороший, я плохая, результат – высокомерие родственника. Он начинает гордиться собой, понукать тобой. Ты плохая, я плохой, результат – разобщение. Не можем жить вместе. Я хороший, ты хорошая, результат – дружба. Устанавливаются отношения. А если говорить, допустим, о ваших отношениях с родственниками, там столько обид, столько тяжести, столько трудностей. Попробуйте сказать что-то хорошее близкому родственнику вот в этом тоне. Замкнет сразу, вот увидите, это очень трудно. Это очень трудно. Это надо очень силу большую внутреннюю иметь. А где ее взять-то? Сила копится. Сила разума копится. Мы не знаем об этом. Мы очень инертно по отношению к своему разуму в своей жизни живем. Очень инертно. У большинства людей разум тягучий. Тягучий, и он не способен к работе над собой. Он очень тягучий и ленивый. Дальше. Ощущение внутренней чистоты. Надо воспрянуть. Воспрянуть надо. Силу восстать против внутренней вот этой идеи. Обиды, тяжести, трудности. Надо восстать. Это очень важно. Это очень важно. Вера в счастье должна быть главной, превалирующей силой, которая в нас живет. Ощущение внутренней чистоты. Есть такие периоды в жизни у человека. То есть, если говорить о вставании, то у каждого человека есть свое время вставания. Попробуйте, начиная с четырех часов, через каждые 20 минут экспериментировать. Вставать. В 4, в 4, в 20, в 4, в 40, в 5 и так далее. Через каждые 20 минут. И в какой-то момент до 6 вы встанете и будете чувствовать себя прекрасно. Это значит, что мы именно в это время надо вам вставать. Понимаете? Потому что в другое время, если вы будете вставать, вы будете себя чувствовать очень плохо. Понимаете? Есть жемчужина такой времени. Когда человек встает в то время, которое ему надо. Вот сегодня я встал не в то время, в которое мне надо. Потому что мне надо вставать в 4. Я сегодня в 5 встал. И поэтому я хуже себя чувствую. Но это не чувствуется все равно, потому что я себя зарядил. Ну, допустим, вам надо вставать, вот в красном, да, девушка. Вам надо вставать без 25. Вы во сколько сегодня встали? Ой. Это другое время, кстати. Вы потом, если вы без 25 не встанете, дальше минут 26 встать уже невозможно. До 6 встать невозможно. В 7 встать невозможно. В 7 встать невозможно. Вы уже проснуться не можете. Вы будете лежать в постели. Вот так действует психика. А если вы встали пол восьмого, все, посмотрите на себя внутрь. Хотите, я вас сейчас скопирую? Продолжаем нашу лекцию. Хотите такую лекцию слушать, нет? Надо учиться. Это неплохо, это просто незнание. Надо просто учиться надо. Воспрять, восстать по отношению к себе. Если сам человек не может, но есть, допустим, супруг, которого ты любишь или хочешь любить, надо попросить его, пускай будет. Пускай поможет. Или будильник. У меня, допустим, такой метод. У меня мобильник звенит. И он сначала, вибрации идут, и он на столе лежит. И он, когда начинает звенеть, у меня такое ощущение, что воздушная тревога. От вибрации. Вот такой я только встаю. Я вскакиваю с постели, и все, спать больше не хочется. То есть такое у меня, по отношению к уму, такой жестокий террористический метод подъема. Но по-другому ничего не работает. Опыт пока. Такой жестокий очень. Тревога, воздушная тревога. У меня это ассоциируется с тем, что мы разок, у меня один знакомый болеет эпилепсией, и мы его лечили. И он у нас жил в квартире, и у него приступы были только по ночам. И когда у него начался приступ, он начинал так, вот так, ну, в такой звук издавать. И я вскакивал, как ошпаренный, и бежал к нему, чтобы успеть, как бы, ну, зубы там разжать. И он еще лез к окну, мог выпрыгнуть из окна, потому что им воздуха не хватало, и его за ноги хватало. И вот после этого я научился вставать очень быстро, за одну секунду просыпаться тут же. Это очень хорошо, это дает возможность внутренней чистоты. Человек чувствует себя чисто очень, чисто, ему легко жить. Понимаете, ощущение легко жить, это чудесное ощущение, которое каждый человек должен культивировать в своем сердце. Он должен его любить больше всего на свете. Ощущение легко жить возникает только от того, во сколько мы встаем, и во сколько мы не встаем. Ну, допустим, у вас нет легко жить, вот девушка, которая сказала, у вас нет этого ощущения, потому что вы встали позже, несмотря на то, что до шести. Вот, теперь дальше будем смотреть. А вот у вас есть, по-моему, да, во сколько вы встали сегодня? Ну, у вас есть, у вас нормально, вы очень хорошо себя чувствуете? Да, хорошо, ей можно в это время вставать. Мало из вас таких, кому легко жить. А вот девушка рядом в очках, во сколько встали, вы, вы? Вообще не спали? А что такое? Ей прям вообще легко жить, я смотрю, совсем не спала. Смотрю, что-то не то, да. Дальше. Человек должен настроиться на настоящее. Вот сейчас мы сидим на лекции, и сейчас этим хотим жить. Это правильный настрой разума. Следующий критерий. Человек должен верить, что у него есть счастье. Верить счастье должен постоянно. Это следующий критерий. Дальше. Когда человек имеет склонность, есть предосположенность сильная к болезням разума, и его состояние психическое неправильно, разум не контролирует ум. Внутреннее беспокойство. Человек испытывает беспокойство. Первое. Дальше. Он чувствует, что ему кто-то должен. Вот это второе. Дальше. Он обижен на близких. Обижен или зол. Одно из двух. Дальше. Он постоянно думает о будущем. Ну, о своей работе, что ему делать надо там в будущем. Он постоянно об этом думает. Это болезнь. Дальше. У него возникают какие-то неконтролируемые мысли, песни в голове, какие-то ненужные совершенно. Дальше. У него нарушенный сон. Кстати, хороший признак хорошего состояния разума – это хороший сон. Это очень важно. Бодрый, счастливый сон. Как у младенца. Когда человек засыпает, он должен быть счастливым. Он должен засыпать с радостью, а не состраданием внутри. Итак, дальше. Человек испытывает чувство фальшивой любви. Он вроде бы хочет кого-то любить, но не может. Это фальшивое состояние. Он не чувствует настоящей любви никому. Это болезнь. Ну, это предболезненные такие симптомы. Предболезнью разума симптомы. Записали все эти, да? Теперь симптомы болезни разума. Когда человек чувствует сильную привязанность к чему-то, он не может оторваться. Просто сильно очень к чему-то он привязан. Ну, допустим, он сильно хочет кушать, сильно хочет спать, не в моготу постоянно. Или сильно привязан к какому-то человеку. Разницу, понимаете, любить человека и привязанным быть к нему. Да, человек любит другого человека, он радуется ему постоянно в своем сердце. Привязанность к другому человеку означает постоянно хотеть его. Желать, чтобы он был рядом. Болезнь разума. Дальше. Ощущение зависимости от кого-то. Это болезнь разума. Зависимость от начальника. Сильная зависимость от мужа. Это болезнь разума. Сильная зависимость от жены. Это болезнь разума. Дальше. Страхи постоянные. Человек всего боится или чего-то боится постоянно в своей жизни. А вдруг зарплату не дадут. Или еще что-то в этом роде. Болезнь разума. Депрессия. Это болезнь разума. Депрессия, когда есть, значит, человек больной, у него больной разум. Дальше. Постоянные размышления о прошлом. О будущем еще куда не шло. Но когда человек постоянно думает о прошлом. Затянулась белой тиной, гладь старинного пруда. Ведь была как буратино, я когда-то молода. Это болезнь. Ну, согласно ведам. Потому что это скорбь. Человек думает о прошлом. Он считает себя старым. Это большая проблема. Человек не должен считать себя старым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Хорошая пословица. Мы должны что-то подобное придумывать в своей жизни. Вот. Никогда не будет 60, а лишь 4 раза по 15. Это очень важно. Так себя чувствовать. Потому что мы души. Мы молоды. Душа, она всегда молода. Она не стареет. Но когда мы привязываемся к телу, мы себя стариками начинаем чувствовать. Когда мы себя стариками чувствуем, остальные тоже нас чувствуют стариками. Вы знаете, что у вас у всех разный возраст. И ваш возраст, он не соответствует тому, сколько вам лет. Вы знаете об этом? Что есть люди, которые выглядят старше психически, а есть люди, которые выглядят моложе психически. И это зависит не от возраста. Это зависит от того, как человек настроен. Это от состояния разума зависит. Насколько разум сильно связан с душой. Если разум сильно связан с душой, то человек всегда молод. Он молод внутри. Он не старик. Если между душой и разумом есть прослойка, то чем она толще, тем старее человек становится. То есть, когда человек до души не добирается своим разумом, он смотрит на мир такой. С позиции отрицательного опыта такой смотрит. Это старость. Можно быть и 15-летним стариком. Понимаете? Можно в 70 лет быть молодым. Все зависит от того, как человек настроен. Побеждает он. Конечно, вероятность в старости быть стариком больше. Потому что, мы говорили об этом, грехов изнутри выходит намного больше в старости, чем в молодости. Поэтому человек к старости должен стать большим специалистом по работе с разумом. Он должен быть очень сильным человеком в плане преодоления своих трудностей. Внутренних. Он должен стать, как скала, таким сильным. Он должен всегда сражаться, уметь со своей прошлой кармой, которая наваливается постоянно на него. Дальше. Любая невменяемость означает болезнь разума. Ненависть – это болезнь разума. И гнев – это тоже болезнь разума. Шесть врагов человека. Это реальные враги. Веды объясняют, что существуют личности, которые приносят нам благо. Ну, благо означает, учат нас с помощью счастья. А есть личности, которые учат нас с помощью страданий. Есть личности во Вселенной, которые просто дают счастье. Просто как милость дают. Даже мы, если не заслуживаем. А есть личности во Вселенной, которые всегда заставляют нас страдать, даже если мы все поняли. Это тоже особое испытание. И эти личности, они у нас тоже имеют свои названия. Личность, которая всегда человека заставляет страдать. На санскрите звучит как кама или вожделение. Вожделение – это та сила, которая всегда заставляет страдать. Всегда. Вожделение может не только быть противоположным полу, согласно ведам. Кама или вожделение – это любое желание того, чего ты не имеешь материального. Допустим, хочешь денег, хочешь квартиру, хочешь еще что-то. Это вожделение. В Вагавадгите говорится, что вожделение – самый злой и коварный враг человека. Он уничтожает все наше счастье немедленно, как только разум приковывается в этом направлении. Все счастье человека уничтожается немедленно. У него нет никакой возможности быть счастливым. Поэтому человек должен победить себе в вожделении. В том числе и половое желание излишнее тоже он должен победить. Победа дает другое счастье. Надо понять, что половое желание – это особый вид страдания, который неминуемо приводит нас к большим проблемам. Как определить, как диагностировать, что у тебя сидит вожделение внутри? Диагностика очень простая. Если вы чувствуете любой вид беспокойства – нет шанти, нет спокойствия, есть беспокойство – значит вожделение сидит в разуме. Оно сидит, оно гложет, душит, оно живет в нас. Любой вид беспокойства – значит вожделение. Чего-то неудовлетворенные какие-то желания. Неудовлетворенные желания означают лишние желания, ненужные желания. Потому что все, что нужно, у нас уже есть сейчас. Не надо ничего желать. Надо просто желать всем счастья и все. И больше ничего не требовать от жизни, потому что мы имеем только то, что заслужили. А это значит хорошо. Потому что когда мы все осознаем, что мы заслужили, в этот момент мы станем мудрыми. Но так как мы не хотим осознавать, мы хотим чего-то другого, мы не хотим того, что сейчас есть. Это значит, мы мудрыми не хотим быть, мы хотим быть глупыми. Куда-то лезть туда, куда не надо, понимаете? В этом заключается проблема нашей судьбы. Следующий враг человека – кротха, гнев. Гнев – это попытка насилием заставить человека подчиниться себе своей воле. Гнев – это неукротимый враг, который разрушает все наше счастье. Все, что накоплено тяжелым трудом отношений, рушится в несколько минут с помощью гнева. Чем больше человек гневается, тем он больше рушит свою семейную жизнь, свои отношения. Потому что на самом деле человек гневается чаще всего именно на близких, на тех, кто ему помогает. Мы будем на чужих людей гневаться, нет? Какие-то небольшие вспышки. Допустим, мы вышли из подъезда вчера, и шел какой-то человек с двумя собаками. И он встал, у него две собаки, одна туда побежала, другая сюда, и мы не даем ему идти. Он стоял, стоял спокойно, мы между собой общались. Я как-то не подумал, что он стоит, потому что мы должны его пропустить. И он так, как раз, у него вспышка гнева возникла, и он пошел с двумя собаками через дорогу вот так нас обходить. Я думаю, через пять минут он нас уже забыл. Так бывает. Ну, что-то несостыковка какая-то. Затор произошел в движении. Какая-то несостыковка. Ну, не то, что кто-то хотел, просто так получилось. Возникает гнев. Но если мы разгневались на близких людей, через пять минут уже не забудется. Это будет помнится долго и будет разрушать нашу жизнь, нашу судьбу. Почему возникает гнев? Потому что мы не согласны. Мы бунтуем против своей судьбы. Мы не согласны с ней. Мы бунтари. Мы хотим другого. Другой жизни. На самом деле у нас всегда есть выбор. Не обязательно все терпеть. Человек всегда может уйти. Допустим, ситуация в семье, когда ты должен гневаться, потому что какой-то беспредел происходит. Что нужно сделать? Нужно изолировать себя от этого общения. Уйти в другую комнату. На время пожить в другом месте. Это, кстати, не является грехом. Вы знаете, что если тяжелые отношения в семье, и человек, не считая, что он ушел из семьи, просто на время, не к любовнику уезжает, а просто к знакомым там или к родителям. Уезжает пожить в другом месте на время. Не является грехом. Это нормально. Нормальная ситуация в жизни, которую каждый человек должен осуществлять. Но гневаться и кричать, и злиться друг на друга в личной жизни – это грех. Это большой грех. И мы должны избегать такой ситуации в своей жизни, потому что он рушит отношения. И вы не сможете ничего понять, не сможете ничего исправить в таком состоянии. Простая формула отношений семейных. Смотрите. Есть два состояния. В одном состоянии отречение преобладает. То есть два человека немножко на расстоянии находятся. В этом состоянии они склонны друг друга уважать. Или жизнь их на расстоянии разводит. Они ждут друг друга и склонны друг друга любить и уважать. Или они учатся держаться на расстоянии чуть-чуть от себя, друг от друга. Ну и имеется в виду не слишком лезть в жизнь близкого человека. И также имеется в виду не слишком пользоваться телом, наслаждаться телом близкого человека. Согласно ведам, муж и жена должны как можно чаще стараться спать в разных комнатах или, по крайней мере, на разных кроватях. Потому что, когда они лежат рядом, то мужское и женское тело очень сильно энергетически начинают переплетаться. И это чрезмерное переплетение создает очень сильную близость, которая имеет один определенный феномен. Сейчас я вам объясню. Когда два человека чуть-чуть на расстоянии находятся, то они пересекаются хорошей кармой. Они думают хорошо друг о друге. Допустим, молодые люди встречаются, они переплетаются хорошей кармой и думают, какой хороший человек. Потому что, когда мужчина и женщина контактируют друг с другом, карма начинает сильно выходить и хорошая, и плохая. Она идет гораздо сильнее, чем при обычных контактах других. Допустим, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Такого обмена кармой нет. Если, допустим, мужчина с женщиной начинают общаться чуть на расстоянии, в уважительном дистанции, то очень хорошая карма начинает выходить. И они думают, как хорошо. И когда молодые люди спят друг с другом, начинается сближение. Сближение сильнее, 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 сильнее. И настыкает такой момент, когда начинает греховная карма пересекаться. И такое первое чувство, что немножко противно быть рядом с близким человеком, то есть, что-то не то. И настрой такой тяжелее становится. И люди начинают вести себя друг с другом. Там в трусах ходят друг перед другом, в этих сорочках ходят. То есть, уже не стесняются. Чрезмерное сближение означает обмен плохой кармой. Дальше что будет? Вой сплошной. Потому что в таком состоянии человек не может не выяснить ничего. То есть, очень сильное осквернение от любого слова. Допустим, близкий человек в плохом настроении. И он говорит, принеси мне воды. Ну, допустим, разум еще не почистил, начал разговаривать. Кстати, с утра не рекомендую вообще с кем-либо разговаривать серьезно. Раньше, чем вы помолитесь, почистите свой разум. Потому что люди будут эти слова воспринимать как личное оскорбление. Принеси мне воды, я пить хочу. Сама иди неси. Начинается скандал. Почему? Потому что он чувствует себя оскорбленным. Потому что через эти слова на него проникли грехи близкого человека. Ему чувствуют себя плохо. И он думает, почему она так со мной вообще разговаривает? Какое она имеет право? Она вообще нормально сказала. Она не думала оскорблять даже. Но это пришло, потому что очень сильный контакт. И грехи контактируют, понимаете? Очень сильно. В результате это болезненное состояние семьи. Вы знаете, в семье очень часто бывают болезни. Болезнь разума не у человека конкретного, а прямо целой семьи. Это больная семья. И у вас здесь сидящих, у многих есть больные семьи. Я не хочу пальцем показывать. Вам будет стыдно. И больно. Потому что это большая проблема. Большая проблема нашего общества. Мы не понимаем, как держаться друг с другом, понимаете? Вы думаете, любовь означает всегда только обнимать? Нет, вы ошибаетесь. Любовь означает выбрать правильную дистанцию. Сделать так, чтобы уважение было сильнее, чем привязанность в отношении. Вот это настоящая любовь. Гуманная. Поэтому гуманно, чтобы вожделение не поражало сердце, этот враг. Каждая семья должна задуматься, как спать друг с другом. Лучше почаще раздельно, чтобы уважение увеличилось. Если ничего не помогает, и вой в семье становится очень сильным, вот это ощущение несправедливости, надо пожить раздельно. Даже не спать раздельно, а пожить раздельно какое-то время. И сохранять хорошее отношение, по крайней мере стремиться к ним. Увидите, как сначала уважение станет побольше друг к другу. Потом начнется диалог, как строить отношения правильно. Чрезмерная привязанность не дает возможность общаться. Человек говорит близкий, пытается сказать что-то. А у близкого человека эти слова вызывают только боль. И поэтому он злится на любую фразу. Это значит, что он плохой? Вот у кого муж или жена злится на любую фразу, невозможно ничего сказать. Поднимите руку, честно. Вы считаете, что это плохой человек рядом с вами, правильно ведь? Нет, хорошо. А вы? Нет, говорит, ну так не уверенно. Это значит, что у вас неправильное отношение. Слишком много близости в отношениях. Надо разделяться немножко, на расстоянии держаться. Кто-то первым должен быть, чтобы это расстояние сделать. Постепенно расстояние успокоит чувство. Начнется дальше. Первый эффект, когда расстояние делаешь, это гнев. Близкий человек начинает гневаться. Потом второй эффект, он начинает подлизываться. Потом третий эффект, он начинает уважать. Постепенно уважение растет, растет и доходит до того момента, когда начинается диалог. Вот до этого диалога надо расстояние очень жесткое держать. Вообще не приближается. А потом постепенно... Только у меня просьба одна. Расстояние делайте не сразу после лекции, хорошо? Через месяц, допустим, чтобы вот этой связи прямой между лекцией и расстоянием не было. Хорошо? Я просто жить хочу, понимаете? Как любой человек нормальный. Просто хочу жить. Потому что первый эффект, вот это когда расстояние делается, это ощущение, как будто мясо вырезают, понимаете, изнутри. Воет, человеку очень больно, он плачет, ему тяжело, понимаете? Небольшое чуть-чуть расстояние, уже тяжело. Несправедливость, ощущение несправедливости. В основном, на самом деле, чрезмерно сближаются-то не дети, а родители. Ведь достаточно дистанцию дома держать, понимаете? Не обязательно сразу уходить. Да и не нужно это делать. Надо просто дистанцию дома держать, какую-то определенную. Выполнять свои обязанности. Правильный метод держать дистанцию. Позитивная дистанция означает выполнять свои обязанности, но чувственную деятельность остановить. И предупредить своего близкого человека. Сказать, я не хочу вот сейчас строить близкие отношения до тех пор, пока мы не начнем друг друга уважать. Для того, чтобы мы друг друга уважали, нам немножко на дистанции надо понаходиться какое-то время. И все. И твердо это выполнять. Допустим, он скажет, я не хочу дистанций никаких. Неважно, хочет или нет. Это от болезни, надо ее лечить. Иногда насильно человеку таблетку в рот кладут. Ничего не сделаешь. То есть надо дистанцию держать, потом дальше наступит уважение. Сначала гнев, потом уважение, потом диалог начнется. И вот когда диалог начнется, надо в это время правильно выбрать тон. Это очень важно. Не я хороший, а ты плохой. Ну что, теперь поговорим, милый. Не я хороший, а ты плохой. Не ты хороший, а я плохая. Ну что, ты же хороший у меня. Может, будешь вести себя правильно. Не мы оба плохие. Ну что, грешники, будем разговаривать. А ты хороший, и я хороший. Понимаете? И на дистанции, как будто мы давно не виделись близкие друзья. И начали общение. Очень близкое общение. Когда вот на дистанции это видите, что уважение пошло. Когда диалог начинается, очень близкое общение. Близкое, счастливое. Как будто ты хочешь видеть всегда этого человека рядом с собой. Так надо настроиться и общаться с ним. И постепенно его вот ты хорошая, я плохой, его тон, он уберется. Он пропадет. Надо просто выдержать это, то есть сильно диктовать свой стиль общения. Я хороший, а ты хороший. Надо утверждаться в этом. Не надо поддаваться ни на что. Надо твердо в этом состоянии находиться. И все. И постепенно отношения начнут выравниваться. Только на таком способе общения начнется диалог. Я хороший, а ты хороший. Начнется обсуждение. Если общение скатывается, что кто-то плохой, то есть обвинения начинаются слишком сильно. Опять дистанцию. Недостаточно уважения в отношениях, значит. Чуть-чуть опять дистанцию держим и пытаемся опять наладить отношения. Вот так вот восстанавливается семья, а не как-то по-другому. С детьми тоже. Да, да. Конечно, конечно. Ведь вся проблема в том, что они не уважают вас. Или вы не уважаете их. Мне как-то одна моя знакомая, психолог, рассказывала один такой интересный случай. Вернее, мне рассказали. Это она на тренингах рассказывала. Мальчик приходит с папой. И папа говорит, у меня мальчик забитый совсем. Я не знаю, почему он вообще забитый какой-то. Не может свое мнение сказать, свое слово. Папа такой активный. У меня мальчик забитый. И она ему говорит, так посмотрите, вы как себя ведете-то. Вы же очень настойчиво. Вы как бы требуете от него своего. Он говорит, я требую. Я не требую. Я ему говорю, будь активным. Я, наоборот, вдохновляю его постоянно. Я говорю, сынок, будь активным. Его передергивает всего. Папа хороший попался. То есть, это состояние, я хороший, ты плохой, оно может быть по-разному проявляться. Вот так. Я тебе сказал, сынок. Радуйся жизни. Понимаете? Вот так может выражаться даже. В этом проблема. Мы не знаем, как общаться, поэтому все так получается. Нет уважения. Уважения нет. Без уважения сказано было. Поэтому забитый ребенок становится забитым. Гнев – второй враг. Когда человек в гневе находится, удивительная вещь происходит. Гнев рождает всегда одну вещь. Мы забываем все, что хорошее связано с человеком, на котором мы разгневались. Мы не помним ничего хорошего в нем вообще. А если и помним, вспоминаем, что есть что-то хорошее, но вообще не придаем этому никакого значения. То есть, человек очень много может для нас сделать хорошего в жизни на самом деле. Но мы не можем этого вспомнить. У нас не хватает сил. Потому что в какой-то момент мы на него или обиделись, или разгневались. Что является одним и тем же, только по-разному проявляется в психике человек. Женщинам склонно больше обижаться, мужчинам больше склонно гневаться. Но это в принципе одно и то же. Это гнев. Гнев закрывает шторки. Мы не можем видеть ничего хорошего в человеке. И это ужасно, потому что отношения полностью деградируют в результате этого. Гнев всегда рушит правильное представление о человеке. Рушит полностью. Картинка исчезает. Ничего нет, не видно. Настоящий гнев рушит память о хорошем в человеке. В этом заключается сила этого врага. Он уничтожает наши отношения полностью. Он их сжигает. Одни люди склонны гневаться, а другие нет. Если человек склонен гневаться, он, несмотря на хорошую совместимость с близким человеком, полностью сжигает с ним отношения. Почему? Потому что его картинка о том, что он сделал что-то хорошего, пропадает. Исчезает, он не может эту картинку помнить. Это большая проблема. Рушатся отношения, рушится семья. Человек как бы подвластен гневу. Он не может себе ничего с этим сделать, не может с собой ничего совладать. И у него рушится жизнь в результате. Надо бояться гнева. Единственный способ избежать гнева – это страх. Надо реально бояться его. Надо, как только чувствуешь, заводишься. Надо сразу себя глушить, давить. Надо заставить себя не гневаться. Единственный способ не гневаться – это поставить стенку мысленно по отношению к тому человеку, на которого гнев начинается. Ну так раз и все, нет меня, я спрятался. Это серьезно, иначе все. Контакт 5 секунд больше и гнев вспыхивает. 5 секунд продумали, промедлили и все. Очень быстрый процесс. Гнев возникает неожиданно и очень быстро. И быстро развивается. И потом остановить его очень сложно. Меняется отношение к человеку. Следующий враг человека называется лобха. Или лобба. Там иногда ха не произносится в санскрите. То есть там с придыхательный звук ха. Лобба. Так, рода. Лобба означает жадность. Если гнев закрывает шторы в разуме, человек не помнит ничего хорошего, у него полная превратная картина о человеке, создается абсолютно превратная. То есть человек становится другим в психике, он совсем другой. Это иллюзия. То жадность рождает психический голод. Человек не может успокоиться. Ему постоянно чего-то не хватает. Это жадность, значит, присутствует. Чего-то не хватает. Это большая проблема. Признаком того, что чего-то не хватает, является... Это один признак у жадности. Этот признак означает чрезмерная болтливость. Человек постоянно сплетничает. Ему что-то... Он хочет что-то обсуждать, рассказывать. Это значит, что он в состоянии жадности находится. Он не может свою речь направить в нужное русло. Он не может говорить, какая сегодня хорошая погода, какой хороший зал сегодня, где мы собрались, какая хорошая публика, и все у нас хорошо. То он не может так настроен. Чего-то не хватает. Зал плохой. Зачем он на столе сидит? Вот. Чего-то не хватает. Почему все так плохо? Я пришел, хотел в тот зал пойти. И пришел в этот зал. Это означает жадность. Согласитесь, что некоторые из вас привязались с тем хорошим стульем. Нет, вы не. А кто привязался? Поднимите руку. Кому вот там лучше было? Некоторым там лучше было. Это большая проблема. Это называется жадность. Ничего в этом мире, ни к чему не надо привязываться. Ничего не считать, не надо считать своим. Мы со всем этим соприкасаемся временно. Но если мы привязываемся, то мы тогда будем болеть. У нас появляется голод психический. Болтать же просто так человек не будет, значит он привязан к чему-то не тому. А ребенок? Ну ребенок привязан естественным образом, потому что дети, они привязаны к родителям. Поэтому они болтают, это нормально. Мы говорим про разумных человек. После 13 лет человек начинает жить своей жизнью. До 13 он живет жизнью родителей. После 13 своей жизнью начинает жить. Мы говорим о тех, кто живет своей жизнью сейчас. И так? Да? То же самое. Это и то, и другое является одним и тем же. Это жадность. Или у тебя есть, ты не даешь. Или у тебя нет, ты хочешь. Это одно и то же. Разные проявления одного и того же чувства. Возникает голод. Этот голод может быть восполнен только болтовней. Человеку надо болтать о чем-то. И при чем болтать о чем-то плохом. Да? Ну это значит, что у вас так психика устроена. Если хорошие диалоги, значит жадности нет. Если плохие, значит есть. В основном у всех есть диалог. Но если человек находится в состоянии восторга духовного, в состоянии счастья, у него не диалог идет внутри, а утверждение. Например, Бог красив. Какое счастье. Понимаете? То есть идут утверждения такие. Раз изнутри. Раз мысль такая. Раз. Это значит, человек разум утвердился. То есть диалог это то, что ум сильнее всего. Он болтает, он что-то думает. Так, раки были очень большие, но по 5 рублей, но большие, но вчера, сегодня маленькие, но по 3, но маленькие, но сегодня. И пошло. И постоянно что-то крутится, крутится в голове. Это значит, ум сильнее. То есть ум торжествует в нашей психике. Это очень плохо. Это значит, что мы несчастные люди. Второй вариант. Все в жизни будет хорошо. Все классно. Идем вперед. Бог красив. Мы на самом деле на хорошей лекции побывали. То есть утверждения такие идут, идут из психики. Это значит, что разум торжествует. Такое иногда в жизни бывает. Болтливость означает, ум пытается подчинить разум себе. Он постоянно его дергает, 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 дергает. Вводит из состояния хорошего. Когда разум торжествует, то человеку утверждения какие-то. Я желаю, блин, всем счастья. Вот такой. Хорошо. Он почувствовал силу в себе. А когда ум, он говорит, ну что, тебе не хватает. Пошли туда, на автобус опоздаешь. То есть постоянно какой-то он дергает, дергает разум. Отвлекает его от нужного, от важного. Понимаете? Погода плохая. Опять камни скользкие идем. То есть постоянно он что-то хочет, ему не хватает чего-то. Мешает жить нормально. Но если разум поражен, дергать некого. Поэтому ум застывает. Плохо становится. Все. Все пропало. Или утром встаешь в 10 часов утра. Ум весь в интоксикации находится сплошной. Ум становится больным. Как только человек в это время встает, уже ум больной с этого момента. Все. Человек встает такой. Все это все равно не выспался. Понимаете? И никогда не выспишься. В чем проблема-то заключается. Это значит, что он уже больной. Он уже ничего не соображает. Дальше. Четвертый враг человека. Это иллюзия. Моха. Иллюзия означает, что разум очень сильно увлечен. Его понесло. Но не туда, куда надо. В этом заключаются проблемы. В чем диагностика? Как диагностировать? Разум понесло. Вот смотрите. Если нас какая-то идея увлекла и сильно потянула за собой, пусть даже самая хорошая идея унесла, понесла, это значит, что это болезнь. Разум должен сам себя заставлять. И если мы тянем разум куда-то, настраиваем его куда-то, и это дает хороший результат, это значит, что разум в хорошем состоянии находится. Если, допустим, куда-то понесло, я побежал на лекции, все, на лекции сегодня побежал, и я опаздываю. Муж говорит, стой, стоять. Что такое? Успокойся. Это болезнь. Я сейчас пойду на лекцию, все хорошо. Надо спокойно. Понимаете, когда разум понесло, куда-то привязало и понесло, это состояние называется иллюзия. Иллюзия, моха. Человек в таком состоянии, он творит много бед. Понимаете? Поэтому все люди начинают бояться вашего состояния. Когда человек находится в состоянии иллюзии, его психика испытывает жажду, ему чего-то немедленно хочется. Отстань от меня, лекция, опаздываю, все, я побежала. У кого сегодня такой был, поднимите руку. Никто, слава Богу. Вот если вы так себя вели, то значит вы испортили отношения с близкими. Очень сильно испортили отношения. И это виной тому иллюзия. Разум пал в состояние иллюзии. Даже из-за хороших вещей человек может в иллюзии находиться. Потому что так не надо настраиваться, надо себя контролировать, надо в состоянии спокойствия быть, в самоконтроле. Дальше. Итак, иллюзия, это когда думаешь, что все плохо. Когда куда-то тянет, потянуло. Не хватает чего-то, потянуло сильно. Это иллюзия. Чем жадность от иллюзии отличается? Жадность это состояние чувств. А иллюзия это состояние разума. Жадность означает, что хочется что-то купить там или сделать хочется. А иллюзия, она увлекает. Она тянет человека. У него нет возможности рассуждать. Его уже понесло. Вот в этом заключается разница. Иллюзия, она рождает психическую жажду. Человек уже не может в этом состоянии находиться совсем. Все, его несет. Это означает иллюзия. Когда куда-то несет, это всегда иллюзия. Всегда. Человек всегда должен себя контролировать. И его никуда не должно нести. Кроме как к свету, к светлому будущему, к светлому настоящему. Вернее, не будущему. Это означает, что он трезв. В трезвом состоянии находится. И у него психика торжествует в это время. Его никуда не несет. Когда он настроен на сильный контакт с счастьем, у него психика торжествует. Это не вызывает какое-то ощущение нехватки. Никуда не тянет. Зависть. Мацария. Пятый враг человека. Зависть рушит судьбу человека. Что такое зависть? Зависть это когда человек всегда недоволен кем-то другим. Только потому, что ему хорошо. Не важно там обсуждает, не обсуждает. Вот другому человеку хорошо, и ты им недоволен из-за этого. Это зависть. То есть другой человек счастлив, удовлетворен собой, у него все нормально, у него все хорошо. У тебя испортилось настроение. Это значит, что ты ему завидуешь. Это значит, что тебе срочно надо бороться. В тебя проник враг, который рушит твою жизнь. Когда человек находится в состоянии зависти, это значит, что он передает свою хорошую карму тому, кому он завидует, а себе получает взамен его плохую карму. То есть другими словами, он уничтожает свою судьбу. У него ничего хорошего в судьбе не остается. Человек, когда чувствует, что кому-то хорошо, он должен давать ему свои благословения, думать, пускай у тебя еще лучше будет, пускай у тебя всегда будет хорошо, а я буду получать то, что заслужил в жизни. Пускай тебе будет лучше, и у тебя все будет хорошо, а я буду получать то, что заслужил. Не важно, пускай мне будет плохо, это моя жизнь, моя судьба. Это очень важно понять в такой момент. Да? Хороший вопрос. Белая зависть нужна. Белая зависть означает, ты не думаешь, чтобы плохо у человека было, просто ты хочешь быть таким же, как он. Это духовное чувство на самом деле. Это вообще завистью нельзя называть. Это просто стремление к человеку, стремление стать таким же. Это не зависть, это совсем другое чувство. Настоящая зависть это желание, чтобы ему стало хуже, а тебе было лучше. Вот это вот зависть. Она уничтожает возможности человека. То есть, когда у человека хороший период, хорошая судьба, что происходит? Человек нуждается в это время в благословениях, потому что многие люди, они будут плохо думать о нем в это время. Ему нужны благословения. Человеку, допустим, все пошло, хорошо пошло, надо ему говорить, пускай у тебя еще будет лучше, пускай у тебя еще будет лучше. Надо так настроиться. Потому что многие люди, они в это время будут думать, ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Они начнут завидовать. Поэтому человеку надо помогать своим благословениям всегда. Но когда человек завидует, он планку над ним ставит. По закону кармы, если ты над кем-то планку поставил, значит над твоей головой такая же планка возникла. Мало того, что у тебя и так ничего не получается, ты еще планку над собой ставишь. Так как ты тогда будешь развиваться? Для того, чтобы развиваться, надо всегда желать счастья тем, кто уже развивается. В этом случае ты получишь благословение от этих людей. И тогда счастье придет в твой дом. В этом заключается идея. Понимаете? Это очень важно понять. Зависть разрушает судьбу человека. Самый большой враг, разрушающий жизнь. Есть еще, конечно, больший враг, который называется мада. Безумие. Безумие означает принять определенный принцип жизни, который примерно звучит так. А провались все пропадом. Когда человек так думает, да пошли вы все. Да провались все пропадом. Это значит, что он вошел в состояние безумия. И знаете, что делает это состояние? Это фактически он говорит себе в своей судьбе. Я готов помереть раньше времени. Когда человек говорит, ну все, я больше так не могу. Мне все это надоело. Гори все синим пламенем. Он реально так говорит. Он утверждается в жизни таким образом. Это значит, что он приближает свою смерть. Потому что мы можем приблизить свою смерть. Раньше времени умереть можем от несчастного случая. Можем умереть случайно как-то там. Ну то есть мы можем умереть от насильной смерти. Это все возникает в результате того, что мы в состояние безумия входим. Вот это то, что я сказал, это признак вхождения в состояние безумия. Человек должен выйти из него срочно, если он чувствует, что у него это есть. Потому что это состояние является болезнью разума, является величайшим врагом человека. Понимаете, никогда не надо проклинать свою жизнь или жизнь других людей. Это всегда приводит к большим проблемам. Есть еще один вид безумия. Это сглаз. Я вам сейчас объясню, как это работает. Сглаз или порча, в принципе, одно и то же. Означает только одну вещь. Или вы сами поверили, что вас сглазили. Это значит, что вы вошли в это состояние. Второй вариант. Вам кто-то об этом сказал. Значит, этот человек вам помог войти в это состояние. Сглаз означает вера в то, что какой-то человек портит тебе судьбу. И ничего с этим невозможно сделать. Эта вера находится в невежестве. На самом деле, никто не может испортить нам судьбу, потому что мы защищены Богом. Бог находится внутри нас. Вместе рядом с душой находится сверхдуша, веды говорят. И сверхдуша всегда контролирует полностью все события, которые происходят в жизни человека. Сверхдуша или голос совести, или голос правды. Все это означает одну и ту же вещь, что все, что происходит с нами, происходит по судьбе. Если со мной что-то плохое происходит, вплоть до того, что до смертной казни, не имеет значения. Это значит, что я это сам заслужил. Не может это произойти через порчу, через глаз и так далее. Но, однако же, если человек начинает думать, что в его судьбе кто-то виноват, в его проблемах кто-то виноват, то в этом случае он входит в состояние безумия. И он приближает свою смерть. Например, он считает, что его сглазили, и у него начнется рак скоро. Это значит, что у него начнется рак. Если человек так считает, он верит вот в эту чушь, простите меня, у него скоро так и будет. Он наказан судьбой за то, что человек так настроен, попадает под влияние вот этого врага, который называется безумие. И дальше будет беспредел. Пока ты эту идею из своей головы не выбьешь, надо вышибать ее просто каленым железом, вытравливать из головы. Только сильно с этой идеей надо поступать. Сильно означает полностью вышибать ее из своей головы. Такого быть не может и все. Понимаете? Быть такого не может никогда. Чтобы кто-то просто... Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Кто-то просто так не может меня одолеть. Ну не может этот человек сделать так, что моя жизнь развалится. Невозможно это. Это может быть по судьбе, это факт. Но опять же, это значит, что вина не этого человека моя. Я, значит, в прошлом что-то плохо делал, плохо поступал. Надо быть очень убежденным, что никогда чужая сила плохая, даже умышленная, не может меня разрушить. А особенная умышленная сила, это большой цинизм. Ну представьте себе, кто-то ни с того ни с сего, просто потому что ему захотелось, начинает мысленно там дырявить твою фигурку там, ну что-то глупость такую вот делает. Представляете, как сверхдуша в сердце этого человека недовольна им. А у него же та же самая сверхдуша находится в сердце. Это одна и та же личность, понимаете? Результат? Этот человек, который кого-то дырявит, дырявит на самом деле свою собственную жизнь. Потому что в этом случае есть два варианта. Если мы кого-то мысленно хотим убить, ну чтобы у него все плохо было, уничтожить хотим, и делаем это очень с большой силой, то здесь есть два варианта. Первый вариант. Мы собираем карму его в комок, и как бы эта карма может реализоваться у него. Ну допустим, если безгрешный человек, то ничего не реализуется, потому что этого греха нет. Ну допустим, человек не виноват ни в чем, тогда вот хоть ты сколько его там уничтожай, ничего с ним не произойдет вообще. Если он хоть как-то что-то виноват в чем-то подобном, был в прошлом, или сейчас в чем-то виноват, то его карма соберется в комочек и быстро отработается. И все. То есть он немножко пострадает, ему станет легче. Дальше. Что же произойдет с тобой в этом случае? Так как ты совершил насилие над человеком, насилие совершил, и сделал это умышленно, то судьба нас с тобой будет издеваться умышленно. То есть будет явно проявлена в твоей жизни большая несправедливость. И делаться это будет абсолютно умышленно, точно так же, как ты это делал. И это новая карма, это не старая карма. Ты не отрабатываешь прошлое, ты новое накопил. Понимаете? Человек, который действует в таком состоянии, находится, кого-то сглаживает, проклинает полное безумие. Человек приближает свою гибель. Таким образом. Он убивает свою жизнь. Этого делать ни в коем случае нельзя. Это очень опасно для нашей судьбы. Да? Сейчас объясню. Дело в том, что примерно до месяца ребенка лучше никому не показывать. Потому что за первые сто дней ребенок проживает всю свою жизнь. То есть он как бы, ну, у него карма идет как за всю свою жизнь. И лучше, если она будет отрабатываться в контакте с родителями, чем с чужими людьми. Потому что в контакте с чужими людьми, она в отработке кармы ребенка может произойти непоправимые изменения, которые потом неправильно настроят родителей. Ну, допустим, когда родители контактируют с ребенком, он первые сто дней, ребенок полностью отдается родителям. Он предается им таким преданием сильным, которое невозможно ни у кого. Мы только к Богу в своей жизни так можем предаться, как ребенок предается родителям. Он полностью отдает им всю свою судьбу. И через родителей судьба начинает воплощаться в жизни. То есть если плохая карма приходит, она приходит через мысли родителей, их поступки. Хорошая карма приходит, тоже через них приходит. Допустим, чужой человек пришел в дом и прижал к себе ребенка. То он предается также этому человеку. Ну, допустим, чужой человек настроен хорошо. Неважно. Хорошо, если он плохо настроен, ребенок, наоборот, от него защитится и все. А если он хорошо настроен, то тогда с ним тоже идет обмен кармой. И, допустим, у этого человека сейчас, допустим, что-то плохое есть внутри. Не то, что он плохо думает. Просто тогда активизируется плохая карма у ребенка. И эта активизация совпадет, она пройдет вот через этого человека. В результате родители увидят совпадение. Пришел человек, раз, ребенку стало плохо. И они начинают плохо думать об этом человеке. Безумие вступает в силу. Поэтому, чтобы безумие не вступало в силу, ребенок всегда получит, что заслужил. Но, чтобы безумия в голове родителей не было, они должны первые месяц, три месяца стараться не сильно кому-то показывать своего маленького ребенка. Понятно, да? Чтобы у них вот тут вот не съехало в голове. У самих. У них самих, чтобы не съехало. Ну, что бабушки, дедушки, что мне сказать, а? Относится ему, молодому человеку этому, что мне сказать? Относится к бабушкам, дедушкам или нет? Нет, я скажу, не относится. Знаете почему? Потому что, если я скажу, относится, это значит, что я сделаю, посею сильную вражду между бабушками, дедушками и их детьми. Знаете почему? Потому что, на самом деле, бабушки и дедушки больше в 10 раз желают счастья внуку, чем родители своему ребенку. Они больше в 10 раз дают ему свои благословения, чем родители дают свои благословения ребенку. Потому что через родителей у ребенка отрабатывается как плохая карма, так и хорошая. А через бабушек и дедушек у ребенка отрабатывается только хорошая карма. Если, конечно, бабушки и дедушки будут правильно себя вести, потому что все можно на самом деле испортить в своей жизни. Вы чувствуете, у кого есть внук, постоянно к нему идет вот такое, чтобы у тебя все было хорошо. Вот у родителей не всегда так идет. Они иногда злятся на своих детей. Но когда внук, то к нему такое чувство, очень сильное желание, чтобы у него все было хорошо. Благословения идут, благословения к нему по отношению от бабушек и дедушек идут. Знаете почему? Потому что, когда человек стареет, он очень сильно склонен привязываться к молодому телу, потому что ему скоро рождаться вновь. Поэтому такая связь между старыми и малыми, очень сильная связь возникает из-за этого феномена. Не надо защищать детей от бабушек и дедушек. Это как родители. Это нет разницы между родителями и бабушками и дедушками. Это очень важно понять. Не завидуйте бабушкам и дедушкам. Зависть больше всего воплощается именно в семье. Например, смотрите, допустим, муж и жена. У жены есть мама. Мама любит дочку сильно. Женщины склонны сильно любить своих детей. И муж любит свою жену. Так как эта любовь не бескорыстна между людьми, она не бескорыстна по природе. Поэтому всегда между тещей и зятем будут какие-то неприятные чувства. Это может быть зависть, или безумие, или иллюзия. Какой-то враг поселится между ними в их жизни. И поэтому для того, чтобы сохранить семью, они уже заранее должны быть настроены на то, чтобы всеми силами стараться сохранять отношения. Не считать, что вот этот близкий человек виноват в моих проблемах, почему он так ко мне относится, а наоборот, понимать, что это так, что такое отношение будет, это неизбежность. И надо бороться с ним всеми своими силами. Надо в 10 раз лучше относиться к теще, чем к своей собственной матери, когда отношения в семье будут нормальными. Я вам один секрет расскажу, как карма работает. Вот допустим, ну мы, естественно, иногда поддаемся, естественно, мы начинаем злиться на тещу. Естественным образом, допустим. Ну потому что злость есть, и мы злимся, допустим. И думаем, и мы ее отшиваем, допустим, от своей жены. Мы ей говорим, да что ты в нашей жизни лезешь? Иди, занимайся своими делами. Я тут старший, я муж. Ну хорошо, один раз обидел, второй раз обидел, третий раз обидел. Я вам одну вещь скажу. Когда в семье бывают разные периоды жизни, в каждой семье есть отчуждение, наступает такой момент, когда жизнь, судьба отдаляет жену и мужа друг от друга. И вот когда это отдаление происходит, если он обидел тещу, то она в этот момент дочку к себе загробастает. И она даже сама не захочет этого сделать. Она сама убьет ее семью. Теща сама убьет ее семью. Она просто ее хватит к себе в это время. И дочка примет ее концепцию по отношению к мужу. В результате она сама уйдет от своего мужа. Понимаете? И это происходит в результате того, что он оскорбил в свое время тещу. Так работает судьба. Если вы будете постоянно молиться Богу, то вы благословите его жизнь. Если первые сто дней молитесь Богу, благословляйте его жизнь. На самом деле по этим первым сто дням можно определить судьбу ребенка. Можно записывать, делать дневник и смотреть. Первый день – это первый год жизни. Второй. Мы должны сто лет прожить, по идее. У всех по карме положено сто лет. Вопрос, кто не сокращает свою жизнь ненавистью, злобой и так далее, безумием. Второй день – второй год жизни. Третий день – третий год жизни. Записывайте дневник, увидите, как ребенок всю жизнь проживет. Первый день – тот. Насколько я знаю, согласно вот этой теории, по-моему, Гитлер в 47 дней от роду, мать его уронила, и он сломал ногу. И в 47 лет он погиб в результате. Умер. Но это судьба, она действует. Поэтому есть много закономерностей в нашей жизни, но можно все изучать. Жить надо со смыслом, разумно, осмысленно. Есть много, в принципе, болезней разума разных, и они дают определенные результаты, определенные болезни. Я не знаю, не хочу вас мучить, но я могу, в принципе, у меня даже есть, даже целый список, как это действует все. Все черты характера связаны с разумом. И поэтому, допустим, алочность рождает острые воспалительные процессы в организме. Алочность рождает онкологию. Антагонизм психический рождает мигрени. Вот если у женщин мигрени есть, значит, они антагонистично к миру настроены. Дальше. Сахарный диабет тоже возникает в результате антагонизма иногда. Апатия рождает отсутствие цикла месячных у женщины. Потеря аппетита, понижение артериального давления, атрофические гастриты. Агрессивность приводит к повышению артериального давления, бородавкам, язвенной болезни. Таняна А только сказала. Еще сколько у нас? Тридцать три буквы. А? Антагонизм внутренний. Я сейчас вам скажу. Это на самом деле болезнь связана с тем, что мы живем искусственной жизнью. Вот представьте, если человек все время находится под влиянием искусственного света, если он сидит постоянно с компьютером, и он не общается с природой, то природа становится, он привыкает к искусственной жизни, и природа для него становится агрессивным фактором, который влияет на его жизнь. В результате, просто свежий овощ он съел, начинается аллергия. Просто на улицу вышел, воздух дунул свежий, начинается непереносимость воздуха. Просто пошел, покупался в воде, начинается аллергия на воду, и так далее. Животное в дом зашло, аллергия на животное. Почему? Потому что наша психика не в гармонии с окружающим миром находится, потому что мы живем в искусственной среде, которую мы сами создали. Поэтому человек больше должен контактировать с природой, с деревьями, с водой, со всем, понимаете, босиком по земле ходить, а не на каблуках, и так далее. То есть надо ближе к природе быть, и тогда аллергии не будет. Аллергия означает непереносимость, антагонизм, отсутствие контакта. Надо проноямой заниматься каждый день на свежем воздухе, или хотя бы раз в неделю. Это очень важно, вот эти вещи все понять. Но я не буду все болезни перечислять, но я сейчас особо остановлюсь на тех болезнях разума, которые уничтожают разум. Вы начали болтать. Это значит, что вы устали слушать. Что, будем заканчивать лекцию? Нет? Вы из последнего будете сидеть, да последнего. Мне нравится Рига вообще, я удивляюсь просто. Будем слушать, хотят знания. У вас Венера влияет очень сильно. Венера это брахманическая планета. Брахманическое сознание означает стремление к истине. Весь город стремится и к истине. Посмотрите, сколько кружков всяких по самосовершенствованию, сколько церквей по всему городу стоит и так далее. У вас благословленное место на самом деле. Это факт стопроцентный. Это не то, что я вас пытаюсь как-то хвалить. Это факт стопроцентный. Единственная проблема этого города, у этого города есть только одна проблема. Так как очень близко море, оно с одной стороны дает вот это устремление к истине, то есть венерианское настроение, означает человек хочет счастья, он жаждет счастья. И с другой стороны, он очень сильно страдает от любой несправедливости. Это страдание от любой несправедливости называется обидчивость, склонность к обиде. И здесь очень сильно выражено в этом городе склонность обижаться. Поэтому люди должны быть очень тактичными друг с другом, и в себе надо побеждать эту обидчивость, надо бороться с ней изо всех сил, чтобы быть счастливым вот в Риге, допустим. Это конкретно для вас наставление, для рижан. Очень важно, вы должны это понять, что это болезнь всего города. Обидчивость, склонность обижаться. Надо победить себе ее. Обидчивость означает, что мы гневаемся, просто гневаемся. Это зло, не надо гневаться. Мы не даем людям возможность ошибаться. Ну, плохо сказал мне, ошибся. Надо простить. Следующий пункт нашей беседы это конкретные наставления, советы, которые будут препятствовать уничтожению разума. Шесть наставлений. Первое. Человек должен победить в себе. Чтобы болезней разума не было, нужно победить шесть вещей. Первое. Человек должен победить в себе переедание. Он не должен переедать. Надо бороться с этим очень сильно. Потому что переедание уничтожает все виды счастья человека. Лишает его энергии. И то же самое, как переедание действует. Чрезмерное стремление к накоплению богатств и к какому-то комфорту. Ну, допустим, чрезмерно сильное стремление поменять свою квартиру там и так далее. Разрушает полностью судьбу. Такой настрой. Мы уже говорили об этом сегодня. Надо сначала принять то, что ты имеешь. А потом работать и жить так, чтобы была возможность иметь что-то другое. Но не думать совсем об этом. Надо быть счастливым там, где ты живешь. Иначе ты все это время жизни просто потеряешь. Не надо свою жизнь в будущее обращать. Надо жить настоящим. И быть счастливым в тех условиях, в которых ты находишься. Если на столе приходится жить, надо жить на столе. Если под столом приходится жить, надо жить под столом. Все нормально, нет проблем. Представляете, сколько будет разговоров. Олег Геннадьевич сегодня лекцию на столе читал. Классно же. Реклама. Дальше. Следующий пункт. Второе. Чрезмерные усилия для достижения бесполезных целей. Или тех целей, эти цели вы не считаете. Мы не считаем бесполезными. Мы их считаем сверхценными идеями. Очень важными. Но они на самом деле являются бесполезными. Чрезмерные усилия для достижения бесполезных целей означает чаще всего желание больше зарабатывать денег. Помните, мы говорили с вами, когда болит печень, что мы делаем? Лечим печень. Бред. Когда не хватает денег, что мы делаем? Пытаемся заработать больше денег. Бред. Никогда это не работает. Никогда. Я объясню сейчас формулу, которую вы должны понять. И если вы эту формулу поймете, то не надо думать о деньгах, о зарабатывании денег. Просто сама жизнь будет менять вашу судьбу к лучшему. Смотрите. Если не хватает денег, это значит, что у вас в психике жадность, корысть и желание жить для себя преобладает над бескорыстием и желанием жить для других. Все. Это стопроцентная формула. Стопроцентная формула. Потому что есть такие люди, у которых не хватает денег и они бескорыстные. Но у них не хватает денег только в том случае, потому что они от денег, от всех, со всех сил вот так вот отбрыкиваются. Понимаете? Бескорыстного человека денег будет не хватать только в том случае, если он от них отбрыкивается изо всех сил, каких только может. Но если человек бескорыстный, судьба сама дает ему все для жизни. Даже если у него не будет денег, его все равно будут кормить и все прочее. Он никогда не будет ни в чем нуждаться. Это стопроцентный факт. Пожалуйста, поймите это, попытайтесь это понять. Человек, который живет не для себя, он ни в чем не нуждается, потому что все хотят для него что-то сделать. Это стопроцентный факт. Пожалуйста, поймите это. Если у вас не хватает чего-то в жизни, это значит, жадность одолела ваше сердце. Пожалуйста, примите это в свое сердце как знак. Не обижайтесь, не оскорбляйтесь, примите это как знак того, что надо меняться. Что нужно сделать в этом случае? Делать надо следующее. надо начать желать всем счастья. Надо начать делать что-то полезное, что ты можешь. Скопать грядочку, там, газоны, облагородить деревья возле дома, здороваться с соседями, делать какую-то пользу. Если ты совсем нищий, у тебя совсем нет денег для жизни, делать хоть какую-то пользу, начинать с малого, делать одну, вторую, третью пользу, какую-то пользу делать окружающим людям. Бывает так, что ты сейчас не чувствуешь в себе жадности, но ты нищий. Это значит, что ты был очень жадным в прошлой жизни. И человек, который очень бескорыстно живет и активно действует в направлении блага, пожелании блага окружающим людям, он может преодолеть даже ту жадность, которая навалилась на него с прошлой жизни и хочет сделать его абсолютно нищим. Он даже эту жадность может победить в себе и стать, восстать против нее, стать сильнее ее. Человек, который совсем чувствует себя так же, иногда люди работают там, где не хотят работать и чувствуют себя очень тяжело в жизни из-за того, что они подчинены тому труду, который не приносит им счастья. Прямо во время этой работы надо начать желать всем счастья. Прямо во время этой работы надо начать делать какую-то пользу там, для кого ты работаешь. И делать это все абсолютно бескорыстно. Надо заставить себя перестать думать о деньгах и своих нуждах и заботах. Надо заставить себя постоянно заботиться только о том, чтобы у тебя внутри была эта идея, чтобы всем вокруг тебя было хорошо, чтобы все вокруг тебя были счастливы. Надо очень сильно утвердиться в этом во всем. И что произойдет дальше в вашей жизни? Дальше в вашей жизни произойдет следующее. Вокруг вас постепенно начнут появляться люди, которые настроены точно так же. Потому что воистину, что жадный человек окружен только жадинами, и они душат его, как только могут, постоянно терроризируют и что-то хотят от него. И если человек бескорыстно настроен, и начинает утверждаться в бескорыстии, то постепенно в его жизнь приходят очень чистые и бескорыстные и хорошие люди, которые будут изо всех сил стараться делать что-то для него. И таким образом они найдут ему и работу, и хорошую жизнь, и хорошую судьбу. Понятно, наша хорошая жизнь зависит только от хороших и честных друзей. Запомните этого. Нет другого способа поменять свою жизнь. Поэтому, если ты бескорыстен, если ты очень сильно настроен помогать другим, рано или поздно такие люди появятся в твоей жизни, и рано или поздно они твою жизнь изменят к лучшему. Эта деятельность будет являться поддвигом по отношению к самому себе. Потому что нищий человек по судьбе нищий. Может быть, ему всю жизнь придется быть нищим, но человек, который так настроен, он перестает быть нищим. Никаких шансов быть нищим у него нет. Это факт. Понимаете, вы должны принять этот факт в своей жизни. И действовать именно таким образом. если ваша деятельность будет направлена на то, чтобы усиливать зарабатывание денег, если не хватает денег, постоянно думать о том, что все плохо, если все плохо, пытаться увеличить размеры квартиры и думать об этом, если квартира маленькая, то это и есть та ловушка, в которую попадает человек, и там нет выхода. Это абсолютно безвыходная ситуация. Человек, который думает о том, что у него мало денег, если у него мало денег, он обречен быть нищим навсегда. Или судьба его выхлопнет оттуда, вытащит какой-то силой, и он перестанет об этом думать. А если он всегда будет об этом думать, то он всегда останется нищим на всю жизнь. Надо восстать против этой внутренней идеи. Итак, когда человек считает себя нищим, еще один признак его, он начинает слишком много кушать, ему хочется есть все время. Это означает тоже проявление вот этой силой. Он заедает свои проблемы. Надо восстать против переедания и против ощущения, что не хватает тебе денег. Надо утвердиться в своем собственном я и желать всем счастья, жить для всех и быть всегда радостным и счастливым. Если, допустим, у вас нет работы, ну, допустим, у вас нет работы, у кого нет работы, поднимите руку, ну, допустим, у вас нет работы, вот женщина, посмотрите на меня, если вы войдете в такое состояние, которое я вам сказал, войдете в него и утвердитесь в этом состоянии, если вы придете к любому работодателю, у которого есть какое-то рабочее место, к любому, не имеет значения, и в этом утвержденно внутреннем состоянии, что вы хотите жить для кого-то другого и не для себя, просто спокойно скажете, что у вас нет работы, этот человек вам однозначно даст работу, и когда он вам даст работу, вам из этого состояния выходить не надо, вам не надо думать, ну, конечно, Олег Геннадьевич прав, но работа-то, которую мне дали, не та, которую я хочу, вы должны принять, вот вы войдете в это состояние, дальше вы придете к работодателю, и он вам даст работу, это то, что я вам прогнозирую, дальше вы должны ее принять, принять ту, которую вам дадут, и работать там, потому что так хочет Бог, потом вам Бог даст лучше, почему человек без работы, потому что он не хочет принять то, что ему Бог дает, ему Бог говорит, ну вот тебе работа, на, ну сейчас только на эту ты заслуживаешь, ну больше нигде ты не можешь сейчас работать, не хочу, не буду, почему не хочу, не буду? Потому что жадность сильнее, чем здравый смысл, понимаете? Человек должен работать там, где ему дают, и желать всем счастья, потом следующая ступень его материальной жизни, следующая будет. И так через пару лет он нормально выправится, нормально будет жить. Все понятно? Все понятно. Попробуйте. Это работа над разумом, это называется йога разума, это деятельность, это победа над собой. Человек должен уничтожить себе вот эту вот силу, чрезмерные усилия для достижения бесполезных целей. Запомните, да? Болит печень, лечен печень, денег не хватает, зарабатываем деньги. Запомнили вот эту идею? Она уничтожает судьбу. Дальше. Следующее то, что уничтожает судьбу. Следующая вещь, очень важна. Пустые разговоры. Что такое разговоры? Это обмен энергии разума друг с другом. Разговоры – это не просто звук. Это обмен энергии разума, а означает обмен судьбой. Есть два вида обмена судьбой. Один вид – обмен плохой судьбой. Обмен плохой судьбой означает гнусеть. Знаешь, что такое гнусеть по-русски? Гнусеть. Обмен плохой судьбой. Второй вид обмена – это обмен хорошей судьбой. Означает говорить что-то хорошее. Понимаете, да? Два вида обмена судьбой. Когда человек обменивается плохой судьбой, это пустые разговоры. Они ничего, кроме страданий, вообще не несут человеку ничего. Пустое времяпровождение. Абсолютно пустое. Говорить нужно только о самом главном в жизни. Если нечего сказать, пожелать человеку счастья. О чем можно говорить? Можно давать свои пожелания человеку, дарить ему. И вот, допустим, вы встретились с кем-то и говорите ему, я так хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Это не пустые разговоры. Это благословение, важная вещь в жизни. Это надо делать, потому что если человек не делает что-то важное в разговоре, допустим, надо говорить с человеком, надо говорить. Вот судьба так сложная, что вот встретились, надо говорить. Надо говорить ему, я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Это не пустые разговоры. Допустим, человек жалуется на свою судьбу, он говорит, мне так плохо жить, так тяжело. Это не пустые разговоры. Это называется обмен. Один человек жалуется, другой благословляет. Потом этот жалуется, тот благословляет. Это не пустые разговоры. Теперь сплетни. Это пустые разговоры. Обсуждение фильмов различных, глупых. Это пустые разговоры. Политика, обсуждение политики, что в стране будет. Да откуда вы знаете, что в стране будет? Это никто не может знать. Это пустые разговоры, пустая трата времени. Надо просто дождаться и посмотреть, что будет, и все. Это же интереснее, чем болтать. Вы боитесь все, я смотрю, вы боитесь. Нового года. Потому что вы знаете, что там будет труднее жить. Ну и что, это же хорошо. Это будет временно, поверьте мне. Никогда не бывает так, чтобы страна вошла в какой-то совершенно безумный период надолго. Допустим, резкий скачок цен. Это безумие, это факт. Но это не будет долго. Потому что вы поймите, что все перестроится, и будет жизнь течь в нормальном русле дальше. Все нормально будет. Не теряйте себя. Увидите плохо, тяжело стало. Не теряйте себя. Просто знайте, что скоро будет лучше. Где-то начиная с марта-апреля начнется восстановление в стране. Все станет легче, лучше. В январе станет тяжелее, потом в марте-апреле станет лучше. Вы посмотрите. Не надо беспокоиться ни о чем. Просто поверьте, что эти события, они нужны для того, чтобы утвердиться в себе. Но представляете, если все будет хорошо всегда, будет такое болото, представляете, как можно жить. Вы на Таите не были? Мы не были ни на каком Таите. Нас здесь неплохо кормят. Кот такой лежит толстый, две ножки такие, четыре ножки и торчат. Что, это счастливая жизнь, что ли? Периодически должно быть что-то такое в жизни, чтобы приносило трудности. Это важно. Это нас закаляет. Да? Давай, садись, я все понял. Хорошо. У меня к вам вопрос теперь. Вы сейчас в среду внесли что-то позитивное или что-то негативное? Честно скажите мне. Честно. Ответьте на этот вопрос, пожалуйста. Это факт. А это хорошо или плохо, как вы считаете? Правильно. Так вот, политические вещи обсуждать надо. Вопрос только в каком настроении. Понимаете, о чем я говорю? Если вы болеете судьбами страны, говорите так, чтобы никто не впал в отчаяние. Обсуждайте. Но так обсуждайте, чтобы был выход. Понимаете? Не надо говорить так, чтобы все паникли. Ведь можно уничтожить страну этими обсуждениями полностью. Знаете, что такое паника? Паника – это когда все обсуждают. Но обсуждают в состоянии неверия, что все будет плохо. Они начинают обсуждать. Результат – деморализация полная. Негативные силы начинают вступать в силу. Мародерство, насилие, грабеж. Понеслась. Откуда это все возникает? Только из одного. Когда люди впадают в состояние, в котором они начинают выть. Вот эти обсуждения, которые основаны на страхе и неверии, что будет все хорошо. Они уничтожают всю страну. Вы знаете об этом? Поэтому вот это вот паникеров расстреливают – это абсолютно правильно. Это означает, что надо спасти страну. Вот это единственный выход был, когда в Москве, под Москвой, когда сражение было, это было единственное правильное решение. Понимаете? Потому что был издан указ, что паникеров немедленно расстреливать. И все они сразу замолчали. В результате город был спасен. Понимаете? Потому что если бы люди начали болтать, все бы было уничтожено полностью. А город выстоял. Понимаете? Сила психическая выстояла перед слабостью. Понимаете? Потому что в ход ступило чрезвычайное положение. Вот это вот. Надо очень смело себя вести в таких ситуациях, когда паника наступает во всем городе. Потому что это же вы же привязаны к этому городу. Когда паника есть, паника сейчас во всем городе. Вы знаете, не только у вас здесь. Она во всем городе. Вы должны быть сильнее этой паники. Надо говорить, обсуждать. Надо говорить, а все будет у нас хорошо в нашей стране. Чего вы так смотрите на меня? Я говорю, что все будет хорошо у вас. Знаете об этом или нет? Когда человек говорит, что все будет хорошо, он дает свои благословения. Если вы встретите человека, который в панике, вы скажите ему, а вы знаете, что было сказано, что у нас все будет хорошо. Дайте ему свои благословения. Помните, мы говорили вчера о шоке? Помните, мы говорили о состоянии шока? Что нужно делать? Стресс. Первая стадия стресса. Шок. С января начинается первая стадия стресса. Шок. Что в это время надо делать? Надо говорить, что все будет плохо? Что нужно говорить в это время? Что все будет хорошо. А потом, когда ситуация из вот этого шокового состояния выйдет, дальше придет решение. Как дальше действовать? Что дальше делать? Понимаете, все решится само. Очень просто. Будьте друзьями друг к другу, потому что если вы начнете ныкать, то вы уничтожите дружбу, уничтожите веру в свою страну, веру в свой город, веру в свое правительство. Все будет уничтожено полностью. Это очень важно. Пустые разговоры – это то, что уничтожает жизнь, нашу судьбу. Они уничтожают разум тут же. Вот смотрите, мы тему политики подняли. Смотрите, как атмосфера в зале изменилась. Стало так плохо, тяжело. Вы согласны со мной или нет? Да. Несколько слов на эту тему, и все уничтожается сразу. Это очень опасно. Спасибо вам, вы помогли нам ситуацию смоделировать. Иногда тренинги очень важны, очень полезны. Потому что, видите, у нас была вдохновенная атмосфера. Раз поднялась эта тема, и сразу волна такая психическая поддавленности в зале. Так? Так. Потому что это больной вопрос для вас, для всех. И поэтому веды рекомендуют, если есть какой-то больной вопрос, то смелые и разумные люди, они его терпят, а не обсуждают. Или обсуждают в позитивном ключе. Смелые и позитивные люди не обсуждают, а терпят проблему. Или обсуждают ее в позитивном ключе. У одного святого человека в семье, ну, в его духовной семье, умер один ученик. И этот ученик был абсолютно безалаберным. Он был поваром, плохо готовил. Ну, все у него было плохое. И когда он умер, ученики его начали обсуждать. Говорят, что он такой плохой вообще, такой он вообще. Ну, умер он и умер, Бог с ним. Ну, что-то не хочется ничего хорошего о нем вообще сказать, хоть и надо после смерти. И когда духовный учитель услышал все это, и он что-то такое удивительное сказал, он вышел, посмотрел на них, на всех и сказал, зато у него была хорошая прическа. Или что-то в этом роде, такое малозначительное. Люди поняли, что они вообще не о том говорят. И он в этот хаос, в это смятение внес вот эту позитивное звено. Он очень серьезно, он защитил своего ученика. Он вышел и сказал им это. Потому что он тоже терпел эту плохую еду и все от него, это безобразие. Он тоже терпел, как и все. Он вместе с ними жил. Но он пришел и сказал, зато у него была хорошая прическа. Зато в вашей стране все красиво одеваются. Я сейчас вам приведу такие примеры ведические, очень важные. Воины – это те люди, которые постоянно сталкиваются с этой проблемой. Хаоса, паники и деморализации. Знаете, как ведут себя воины? Воины настоящие, которые много раз сражались, воевали, они очень спокойны и немногословны. Если они видят, что человек стеет хаос, допустим, настоящий воин, он подходит к этому человеку, смотрит ему в глаза и говорит, спокойно, спокойно, говорит, замолчи. Тут со страхом так и все. И потом он ему говорит, все будет хорошо у нас. Понял? Понял. Все, очень спокойно все решается. Будьте сильными людьми, сражайтесь за счастье. Не надо ничего бояться, не надо поддаваться панике, малодушию, слабости. Следующий, четвертый принцип, чего надо бояться и что надо делать. Допустим, вы начнете жить по-другому, у вас начнутся какие-то правила и предписания вы будете выполнять какие-то. Запомните, самое опасное, что есть в нашей жизни в этой ситуации, это когда человек привыкает к какому-то правилу. Он начинает следовать ему бездумно, без понимания вещей. Допустим, если вы встаете, как солдатик утром, бездумно, не понимая, что это важный процесс, важный процесс, ранний подъем, человек должен настроиться с настроем, с чувством вставать, с чувством. Надо жить с чувством, не надо жить бездумно. Бездумно означает опять думать о будущем. Вот смотрите, практическое занятие сделайте. Значит, придите в храм, допустим, католический, и смотрите на людей, которые в него заходят. Один человек заходит, такой заходит в храм, приходит в храм такой, бум, поклонился, встал, пошел дальше. Подойдите к нему и спросите, вы поклонились? Он такой, раз, он будет вспоминать, поклонился он или нет. Потому что он это сделал на полном автопилоте, понимаете? А другой человек зайдет, аккуратненько поклонится, поцелует пол, во внутреннем чувстве это все сделает, потом встанет аккуратненько, пойдет к алтарю. Этот человек правильно следует, этот человек правильно развивает свой разум. Понимаете? То есть он с каждой действия совершает с чувством. Это очень важно. Я желаю всем счастья, 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 я желаю всем счастья. работу. Результат ноль. Вот смотрите, человек повторяет. Я желаю всем счастья. То есть он обдумывает серьезно. Он Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Начинает о чем-то другом думать и на автомате повторяет это все. Это значит, что ум начал. Вместо разума это делать ум. Это называется бездумное следование правилам и это означает пренебрежение этими правилами. Человек несерьезно относится к правилам каким-то жизни. Ну, допустим, он говорит близкому человеку «Доброе утро!» Ну, просто сказал без чувств, бесчувственно сказал. Чувство не вложил. Чувство означает, вкладывать чувство означает деятельность разума. На автопилоте «Доброе утро!» «Как дела?» «Все нормально?» «Хорошо! До свидания!» Это деятельность ума, автоматическая деятельность. Не дает никакого результата. Ноль. Точно так же человек должен читать молитву. Кушать тоже. Как сделать так, чтобы разум кушал? Надо кушать с чувством. Надо очень сильно восхвалять повара в уме, когда кушаешь, Бога и пищу. Пережевывая, надо думать о пище и восхвалять ее. В это время разум наполняется силой. Он дает, то есть пища идет в разум. И ум, и разум успокаиваются в этом случае. Когда человек вот так тупо ест, то у него ничего не успокаивается. Он на самом деле просто курдюк свой набивает и все. Никакого эффекта от питания нет. И поэтому человек много ест. Чрезмерное питание означает есть без чувства. Человек торопится во время еды. Это означает, что он действует очень неправильно в своей жизни. Надо успокоить свой ум, расслабиться, успокоиться и быть сейчас. Здесь и сейчас. Когда человек кушать сел, здесь и сейчас. Во время еды нельзя говорить о делах, о том, что мы должны сделать будем в будущем. Время еды. Не надо никого обсуждать. Во время еды. Не надо говорить о политике. Для того, чтобы определить, в каком состоянии разум находится, надо продиагностировать во время себя еды, чего тебе хочется делать во время еды. Если во время еды тебе хочется говорить пошлые анекдоты или над кого-то критиковать, над кем-то смеяться, это значит, что твой разум находится в невежестве. Если во время еды тебе хочется спрашивать кого-то о чем-то, Вот человек ест, и ты его спрашиваешь, он такой, ты сегодня сделаешь это? Во время еды он ест, у него ложка в горле встает. Или во время еды тебе хочется говорить о делах, это значит, что твой разум находится в страсти. Или о политике человек говорит во время еды, значит разум находится в страсти. Если во время еды человек прославляет пищу, прославляет повара, прославляет Бога, то это значит, что его разум находится в благости. Невозможно имитировать. Когда человек кушает, у него все вылазит наружу. Если вы замуж, допустим, выходите за человека, прежде чем выйти замуж, надо с ним покушать вместе один раз, посмотреть, о чем он говорит во время еды. И когда вы будете с ним кушать, вы увидите его истинное лицо. Вот как он ест, такой человек. Если он ест с отвращением, там такое пренебрежение, значит разум в невежестве. Если он кушает, желая всем счастья, разум благости. Если он ест, постоянно о чем-то говорит, там судорожно, значит в страсти находится. Дальше, следующее правило, которое надо избегать. Человек должен всей своей силой внутренней, всей своей силой восстать против общения с людьми, которые настроены грязно, неправильно. Восстать. Надо полностью изолировать себя от этих людей. Люди, которые постоянно стонут, ноют, им чего-то в жизни не хватает, постоянно критикуют кого-то, сплетничают и так далее. Надо сказать им нет внутри себя. Надо желать им счастья, но общению с этими людьми сказать нет. И сделать надо это твердо и решительно, изо всей силы, сколько есть. Потому что общение с этими людьми полностью уничтожает все, что у тебя есть хорошего. Всю твою судьбу – это проклятие общаться с этими людьми. Если это ваши родственники, и они находятся в полном невежестве, они постоянно всех критикуют, постоянно злятся, постоянно матом ругаются. Это значит, что надо продолжать с ним общение, но не реагировать на их эти слова. Надо желать им счастья, надо выполнять перед ними свои обязанности. Не поддерживать этот разговор. Начинают говорить об этом просто, как будто ты не слышишь и все. И он не посмеет этот человек тебя в этот разговор втягивать. Не посмеет. Ты имеешь право на это. Бог тебе дает это право. Каждому из нас дал право не поддерживать такие разговоры. Каждому человеку Бог дал такое право. Как ты относишься к там ситуации в стране? Ведь у нас на самом деле будет все плохо. Ну, допустим, близкий человек говорит. Надо посмотреть на него и сказать, знаешь, я вообще не разбираюсь в этом. Я вот знаю, что у нас вот ребеночка такое хорошее событие произошло. Вот это я знаю. А вот в этом я не разбираюсь. Понимаете, очень жесткий внутренний стиль. Никакого общения. Когда вы выходите на улицу, смотрите рекламы, это общение, которое оскверняет сознание. Когда вы слушаете радио, которым говорят сплетни, а не что-то хорошее, позитивное. Это осквернение, которое уничтожает сознание, уничтожает разум. Когда мы смотрим фильмы, какие-то ужасные, пошлые там всякие, боевики. Общение, которое уничтожает разум. И у некоторых людей есть болезни разума, связанные с тем, как он живет. Например, некоторые люди не могут жить без детективов, допустим, другие без боевиков, третий без порнографических фильмов. Это болезнь разума. Когда такое желание, это все смотреть есть. Это болезнь разума, которую надо лечить. И следующий, шестой пункт, чего человек должен избегать. Он всегда должен избегать привязываться к почестям, когда его хвалят. Это самый опасный момент в жизни. Самый опасный момент в жизни, когда ты залазишь на стол, когда тебя хлопают. Это факт стопроцентный. Не думайте, что я сейчас иронизирую. Это стопроцентный факт. Когда человек получает славу, это самая опасная вещь в жизни. Когда он в успехе находится, на высоте стола находится. Это самое опасное время в жизни. Потому что это уничтожает счастье человека. Если он поверил, что он лучше всех, это является проклятием. Поэтому человек должен всегда очень внимательно следить за тем, чтобы не впасть в это состояние. Очень серьезно надо заботиться об этом. Сейчас я вам дам несколько классификаций, которые разбирают очень важные вещи. Одна из них связана с жадностью, другая с гневом. И третья с тем, как человек уходит в чрезмерную занятость. Если человек поддался на провокацию и считает, что зарабатывание денег является способом решения финансовых вопросов, чрезмерная склонность думать о деньгах и зарабатывании их, то человек попадает под состояние болезнь разума, которая называется изнуряющий труд. Он начинает изнурять себя трудом, думая, что это решит все вопросы его жизни. Изнуряющий труд приводит к тому, что он обкрадывает себя в счастье во всех направлениях. У него портится здоровье, портятся отношения с людьми, портятся отношения с родственниками, с женой, портятся отношения с друзьями, у него уменьштожается свободное время, у него пропадает ощущение отдыха и так далее. То есть он просто убивает себя этим и все. Просто во всех отношениях убивает. Изнуряющий труд приводит в конце концов к тому, что человек приходит к другому состоянию разума, которое называется усталость. Усталость это означает, что он больше так не может жить, он не может дальше так работать, не может дальше так существовать, он уже ничего не может, ему все надоело. И работа, и близкие, и друзья, и семья, и дети, все. Потому что разум уже не имеет никакой силы дальше так существовать. Человек находится в состоянии полной усталости психической. Третья стадия – разочарование. Это болезнь разума, при котором человек уже не верит в счастье вообще. Он не верит, что вообще что-то хорошее в его жизни возможно. Несмотря на то, что он может быть и уже достаточно большие деньги зарабатывает. Все равно разочарование приходит, потому что человек не может отдохнуть, его разум не может копить силу от счастья, от чего-то хорошего. Он постоянно испытывает ощущение насилия над собой. Человек постоянно издевается над собой, поэтому ему приходит разочарование. После разочарования четвертая стадия – это страх. Человек, который уже полностью разочарован, он в преддверии несчастной судьбы находится. И он начинает чувствовать эти несчастья, и он испытывает постоянный страх. И пятая стадия деградации тех, кто сильно склонен очень много зарабатывать денег, пятая стадия такого состояния называется деградация. Не все доходят до пятой стадии. Кто-то может доходит, останавливается на изнуряющем труде. Может человеку повезет, и на стадии изнуряющего труда он сильно заболеет, и у него не будет никакой возможности дальше работать в таком ритме. Или на стадии усталости у него начнет разваливаться семья, и он выйдет из этого состояния. Или на стадии разочарования вдруг он опомнится и найдет себе другую работу поспокойнее. Или на уровне страха он воспрянет и начнет работать над своим разумом. Но когда человек доходит до деградации, то вряд ли он дальше выйдет из этого состояния. Деградация означает спиртное, попойки начинаются, периоды попоек увеличиваются. Сегодня один день пьянствуем, через неделю два, потом три, и начинается увеличиться этот период. Иначе человек деградирует, пошло развитие его деградации. Дальше уход в половую жизнь. Загулял, начал гулять, деградация. Дальше спячка, начал слишком много спать, деградация. Начал слишком много есть, тоже деградация. Вот четыре варианта, выбирайте, какой вам больше нравится. Следующая классификация. Для тех, кто склонен привязываться к объектам своих чувств слишком сильно. Если человек чего-то материального сильно захотел, первое, что возникает у него, это то, что он просто начинает смотреть на него, на этот объект в своем уме, воображать, представлять его. Если вам какая-то картинка постоянно в голове мерещится, это значит первая стадия уже наступила. То есть от нее невозможно никак отвертеться, она постоянно возникает. Дальше, вроде бы безобидная такая первая стадия, вторая стадия немножко подсерьезнее. На второй стадии человек, кроме картинки, возникают мысли. Человек начинает думать о стиральной машине. Без стиральной машины невозможно жить. Наша совсем старая. Нам нужна новая. Ну ладно, один раз так подумал, хорошо, проблем нет. А если человек постоянно думает об этом целый день, это болезнь. Дальше, третья стадия. На третьей стадии человек любой ценой хочет купить стиральную машину. Что бы ему это ни стоило, любой ценой. То есть начинает привязанность усиливаться. И разум устремляется к этой привязанности. Враг какой сокрадывается в жизнь? Иллюзия. Иллюзия начинает приходить в жизнь. Дальше, четвертая стадия. В результате сильной сосредоточенности ума на стиральной машине у человека пропадает сон. Конечно, вряд ли сон пропадет, когда человек сосредотачивается на стиральной машине. Но вот очень часто сон пропадает, когда человек сосредотачивается на противоположном поле. Первая любовь моя земная, утро мои глаз. Я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Все начинается так сладко. А потом у человека пропадает сон. Почему пропадает сон? Потому что он не желает счастья объекту своей любви, а хочет его. Это совершенно разные вещи. Хотеть объект своей любви называется вожделением, враг человека. А желать счастья объекту своей любви называется любовью. Человек теряет сон из-за того, что он постоянно хочет объект своей любви. Четвертая стадия привязанности ума к объекту. Пятая. Наступает психическое истощение. Характеризуется тем, что человек перестает кушать нормально и он худеет. Обычно это бывает у юношей. До пятой стадии, по крайней мере, многие доходят. У кого ребенок дошел до такой стадии, влюбившись, поднимите руку. Это у многих, у многих так бывает. Это ничего с этим не сделаешь. Но нельзя допускать шестой стадии. До пятой еще можно допустить, но надо бить тревогу. Но если наступает шестая стадия, знайте, что вы теряете своего ребенка. И любовь может его убить. Так вот, шестая стадия характеризуется тем, что человек теряет интерес ко всему окружающему. Он перестает делать уроки. Он перестает смотреть в свой компьютер, играть игры компьютерные. Он просто сидит и думает о чем-то и все. Теряет интерес ко всему. Он не кушать, не хочет ничего. Это большая проблема уже. Дальше. Следующий этап, седьмой. Редко кто доходит до этого седьмого этапа. Но если человек дошел, это значит, что надо очень сильно бить под тревогу. И этого человека вести к такому человеку, серьезному, мудрому, который может вывести его из этого состояния. Это когда человек теряет совесть и стыд в достижении своего объекта. Он начинает домогаться, ломиться, начинает пытаться им овладеть любой ценой. Насилия совершать какие-то. Это уже седьмая стадия, очень опасная стадия. Если человек себе позволяет это делать и выходит на эту седьмую стадию, то на восьмой стадии он начинает терять адекватное восприятие мира. То есть он начинает с ума сходить, по-другому, мягко выражаясь. На девятой стадии у человека наступает полная потеря ориентации и психическая оглушенность. И это еще более-менее нормально. Девятая стадия по сравнению с десятой стадией еще более-менее нормально. Потому что на десятой стадии человек заканчивает жизнь самоубийством. Понятно, да? Вот вам 10 стадий развития привязанности. Все начинается с того, что мы их просто помним. Картинка всплывает, понимаете? И заканчивается самоубийством. Это реальность нашей жизни, имейте в виду. У каждого человека это может произойти в жизни. Сейчас мы будем немножко поговорим о том, как психика разрушается с помощью гнева. Если у нас есть какое-то желание, и мы не можем его удовлетворить в своей жизни, то в этом случае эта энергия желания начинает подниматься вверх, в область переносицы. Вот сюда вот. Любое желание неудовлетворенное вызывает раздражительность. Раздражительность – это предгневие, состояние предварительное гневу. Энергия психическая скапливается в области переносицы. У человека чуть-чуть краснеют глаза. Взгляд его становится непрерывным. То есть он смотрит всегда прямо в глаза и смотрит с ощущением желания проявить насилие. Если вы домой приходите, муж, допустим, на вас вот так смотрит, или жена. Где был? То есть и очень твердый, непрерывный взгляд такой. Это значит, что она обижена. Надо немедленно капитулировать. Если жена обижена, что нужно делать? Нужно бросать чемодан и обнимать ее, лезть. То есть надо спасаться бегством. Или закрывать дверь назад. Но лучше всего обнимать. Если там совсем плохо, лучше закрывать дверь. Но если еще более-менее нормально, надо обнимать ее. И говорить, я так соскучился по тебе. Я тебя так люблю. И держать ее. Она сначала дергаться начнет. Потом что-нибудь свякнет, скажет что-нибудь. Эээ, там что-то, ты такой плохой. Надо держать, продолжать. И гладить. И потом третий этап, она расслабляется так. Говорит, какой ты у меня хороший. Тогда можно отпускать уже в это время. То есть это означает победа над гневом близкого человека. Ну и допустим муж теперь. Муж приходит злой с работы, смотрит такой. Пришел. Ни в коем случае ему не надо спрашивать, что случилось. Это самый неправильный вопрос, который может мне. И так же ему не надо ничего предлагать. Надо прижаться к нему. Обнять его. И сказать, давай я тебя раздену. И надо аккуратненько, нежненько снимать с него все. И смотреть на него. Я так соскучилась по тебе. Давай я тебя раздену. Снимай пальто там. Все, давай. Давай я ботиночки тебе сниму. Ботиночки ему снять. И сказать, а теперь под душ. Потому что нет, под теплый. После работы под холодный мужик. Вот. Под теплый. Под теплый вечером надо под теплый мужу ставить душ. После душа надо его кормить дальше. И ничего не спрашивать все это время. Кормить. Когда он поест, он сам все расскажет, но уже успокоены. Никаких разговоров, когда пришел домой. Никаких разговоров до душа. Надо сначала под душ, потом кормить. Такая тактика. Когда человек приходит, он получил много травм там во внешнем мире. Когда он приходит в свою обитель, в квартиру, где защита есть. Его надо дальше, первое время им надо руководить, чтобы снять с него психическое напряжение. Травмы, которые он накопил. Поэтому надо руководить. Надо его раздевать. Брать инициативу в свои руки. Сначала раздевать. Он будет как ребенок такой подчиняться. Потом под душ его вести аккуратненько, тихонько. Не насилие совершать, так аккуратненько. Потом, когда душ проходит, у человека вся энергия плохая смывается. Согласно ведическим представлениям. Всегда, когда человек приходит с какой-то тяжелого труда, когда спорил, ругался с кем-то, первое, что он должен сделать, его надо заставить омыться. Человек сам не помнит об этом, не понимает. Даже если он знает, что нужно омыться, он этого не помнит. Надо заставить омыться, а только потом кушать. Иначе он заест все это, понимаете. Все это стресс заедать будет. Итак, если все это не получилось, и человек не удовлетворен, то эта неудовлетворенность немедленно трансформируется в гнев. Третья стадия. Первая стадия. Человек получает какую-то травму психическую, неудовлетворенность. Вторая стадия. Эта неудовлетворенность поднимается вверх, то есть она закрепляется в психике. Третья стадия превращается в гнев. Четвертая стадия. Разгневавшись, человек перестает видеть перед собой все позитивные черты характера близкого человека. Пятая стадия. Это была четвертая стадия. Пятая стадия заключается в том, что человек утверждается в этом состоянии и начинает считать, что так оно и есть. Что я всегда думал. Обычная фраза. Я вот на самом деле женилась, когда на этом человеке женилась, я его на самом деле по-настоящему не любила. У нас что-то было, конечно, с ним, что-то было, но это была не настоящая любовь. Это была ерунда на самом деле. Вот это значит, что она когда-то гневалась на него сильно. И этот гнев зашел очень глубоко в психику. И вся картинка разрушилась о том, что что-то было, понимаете? А когда человек раскаивается, он вспоминает, что что-то было. После раскаивания картинка возвращается вновь. Поэтому надо периодически очень сильно раскаиваться перед своими близкими людьми, если вы чувствуете, что между нами ничего не было. Уже так поняли, почувствовали так. Дальше. Шестая стадия. Если человек вошел в такое состояние, общая сила разума его снижается. То есть, если человек начал гневаться на кого-то и плохо думать, все его достижения в плане разума и способности быть счастливой во всех отношениях, и в труде, и в личной жизни, и в здоровье снижаются. Планка падает. Так действует гнев. И седьмая стадия заключается в том, что человек опять попадает в те же проблемы, которые он раньше уже решил. Понимаете? Представляете? То есть, он опять на прежний круг жизни возвращается, который он раньше преодолел. Поэтому всеми силами своей души человек должен преодолеть вот эту склонность гневаться. А если он разгневался, обязательно нужно раскаиваться. Ваши вопросы не про страну. Но я не так говорил, как вы говорите. Вы сказали, надо говорить, все будет хорошо, все будет хорошо. Нет, я говорил, все будет хорошо. Понимаете? Я по-другому говорил. Повторите, пожалуйста. Нет, пожалуйста, повторите, как я сказал. Теперь у меня к вам вопрос. Раз вы так сказали, у меня к вам встречный вопрос. А какой смысл говорить то, что вы сейчас сказали? Ведь это рушит судьбу человека. Ваши слова, что у него не будет ничего хорошо, они просто уничтожают жизнь. Какой смысл в тех словах, которые вы говорите? Вот скажите, какой смысл в моих словах? Я вам сейчас скажу. Но какой смысл в ваших словах? Подумайте об этом. Какой в них смысл, если вы рушите веру в человеку, в то, что у него все будет хорошо? Так вот, ответ мой очень простой. Раз вы говорите философией вешновизма, я вам отвечу очень просто. Когда человек является душой, и когда ему говорят, что у него все будет хорошо, его духовные принципы внутренние восстанавливаются. Потому что человек должен верить в свое счастье, и это означает духовная платформа. Когда он думает, что у него все будет плохо, это означает, что он упал с этой платформы. В этом заключается ответ. Поэтому, когда мы говорим, что у тебя все будет хорошо, мы таким образом восстанавливаем внутренние духовные принципы человека. А когда мы гнусим ему в ответ, то мы таким образом уничтожаем в нем эти внутренние духовные принципы. Вспомните, как Гададхар Пандит общался с Чантом Кази, когда тот его проклинал. Он ему говорил, на что ты это делаешь? И Гададхар Пандит ему говорил, просто повторяйте святые имена Бога. Вспомните, как он настроен был. Он был настроен позитивно и говорил этому грешному человеку, что у вас все будет хорошо. В этом заключается идея, а не в том, чтобы всех проклинать своим настроением. Я согласен с вами, но ваша проблема заключается в том, что вы ничего человеку в таком настрое не дадите, который вы сейчас имеете. Потому что на самом деле, если человек думает, что у него все будет хорошо и ничего хорошего не делает, то помочь ему может только тот, кто вскрывает проблему, но настроен позитивно, а не негативно. Ваш настрой сейчас негативный, поэтому вы этому человеку помочь не сможете. Вот с таким настроем, с том ключе, в котором вы говорите, можно вскрыть проблему. Да, можно сказать, что у тебя есть проблемы на самом деле. Но первое, что нужно знать, если человек говорит, у меня все хорошо и все будет хорошо, и он при этом ничего не делает, не работает над собой, разумный человек просто не будет его трогать, потому что этот человек находится в невежестве. Контакт с невежественным человеком – это изоляция. Разумный человек не будет его трогать, он просто будет желать ему счастья и держаться от него подальше. Но если этот человек не невежественный, у него есть какие-то возможности что-то понять, можно вскрыть его проблему. Если он настроен тебя слушать, то можно очень спокойно, оптимистично, позитивно ему эту проблему объяснить, не навязчиво, не навязываясь ему со своей идеей. Это означает правильный путь. Но если ты клеймишь его позором и постоянно ему тыкаешь пальцем в больную рану, то от этого он счастливее не станет и понимать тебя лучше тоже не станет. В этом заключается проблема фанатиков, тех людей, которые не понимают, как изменить людей к лучшему. Они постоянно им тыкают в рану пальцами и постоянно им говорят об их проблемах и говорят это в негативном ключе. Если он встал на духовный путь, человек должен избежать фанатизма. Он должен перестать быть фанатиком. Он должен научиться состраданием относиться даже к невежественным людям. В этом заключается идея, а не в чем-то другом. Понимаете? Хорошо, что по-вашему делать? Что является по-вашему действием? Вот первый предварительный этап действия. Что написано в Бхагавадгите? Перед тем, как что-то сделать, существует предварительный этап действия. Есть два предварительных этапа действия. Что является предварительным этапом действия? В отношении любого действия есть в Бхагавадгите такое утверждение, что существует преддействие. Перед всяким действием должно быть преддействие. Какие два этапа преддействия? Вы, говорит, ничего не делать. Объясните, как делать, начинать делать. Пожалуйста, я хочу вас послушать. Я вам сейчас объясню такую вещь, что перед тем, как что-то сделать, первый этап действия называется вдохновение. Вдохновение всегда означает вера. Если человеку не говорит, что у него все будет хорошо, у него никогда не появится вдохновение. Поэтому у него никогда не появится возможность действовать. Действие – это деятельность разума. Деятельность разума может быть направлена к прогрессу или к деградации. Деятельность разума направляется к прогрессу только в том случае, если у человека есть вера, чтобы делать. Вера не возникает от того, что человек с негативом что-то другому говорит. От этого, наоборот, вера рушится. Поэтому, воистину, только тот прав человек, который хочет помочь. Он настраивает человека позитивно. И поэтому он говорит, что все будет хорошо. А потом объясняет, как сделать, чтобы было хорошо. В этом заключается правильный путь. А не в том, чтобы человеку уничтожать его веру и с негативом осуждать его и клеймить. Потому что это возникает только от ненависти, а не от любви. Такое поведение, понимаете? Да? Ваши вопросы. Чувство вины – это хорошо, понимаете? Чувство вины – это когда человек реально понял, что он в чем-то неправ. Это хорошо. В этом нет проблемы. Проблема заключается в том, что человек может погрузиться в это чувство и жить в нем. Вот это проблема. Понимаете? Мы можем, допустим, почувствовать свою вину. Но дальше надо воспрять духом. Надо понять, в чем главная цель. Главная цель не в раскаянии, а в том, что будет дальше. Человек может всю жизнь раскаиваться, и что дальше? Дальше никакого действия нет. Но человек дальше должен совершать действие. Действие всегда совершается в состоянии вдохновения. Человек должен чувство вины себе уничтожить, убрать. И дальше надо что сделать? Надо сказать, что все будет хорошо. Это предвосхищение действия, понимаете? Все будет хорошо означает позитивный настрой. Позитивный настрой имеет духовную природу. Духовная природа – это то, что возвышает нас и дает нам возможность действовать правильно. Духовный разум должен победить. Когда чувство вины, у нас побеждает скорбь. Так мы раскаиваемся. Дальше надо воспрять духом. Надо сказать, что все будет хорошо, у нас с ребенком восстановится отношение. И только после этого надо общаться с ребенком. Потому что когда у тебя чувство вины, если ты в это время начинаешь общаться с ребенком, то у ребенка возникнет чувство превосходства. Отец никогда не должен с чувством вины общаться с ребенком. Он должен победить свое чувство вины. И с чувством сострадания начать с ним общаться. И при этом он может попросить у него прощения. Это факт. Но чувство вины надо преодолеть. Потому что если оно будет, ребенок начнет. Он же слабее, у него разум слабее. Он начнет чувствовать себя господствующим. Он начинает советовать отцу, давать и все прочее. То есть он начнет вести себя неразумно в этом случае. Дальше ваш вопрос. Она дает испытания в семью. Так же как теща, так и сверху кровь. Они дают испытания в семью. Они испытывают семью на прочность. И это хорошая функция на самом деле. Надо просто понять, зачем это надо. Это нужно для того, чтобы в семье крепли отношения. На самом деле здесь есть один секрет очень важный. Он заключается в том, что если семья настроена правильно, то близкие люди очень много любви отдают близким своим. Допустим, правильная любовь возникла между мужем и женой. Что происходит в это время? В это время происходит следующее. Они начинают свою любовь отдавать тёще, свекрови, бабушкам и дедушкам. То есть они реально начинают любовью делиться. Теперь настроение неправильное возникло. Что возникает? Они замыкаются в друг друга и начинают сторониться всех. И родители немедленно реагируют на это. Они начинают бить тревогу и пытаться на себя вытащить детей, чтобы они хоть немножко начали жить в мире, чтобы общаться со всеми другими. И начинается реакция отторжения у детей. Они защищают свою любовь и начинают враждовать со свекровью, с тёщей и так далее. То есть таким образом свекровь и тёща возбуждают в семье правильный настрой. Они немножко вот эти отношения пытаются растянуть для того, чтобы они формировались правильно. Но лучше всего это делать в правильном ключе. То есть свекровь и тёща должны это делать правильно, чтобы у детей не вызвать негативный негативизм и эту войну, вражду, понимаете? Не надо вызывать вражду. В этих отношениях очень много трудностей всегда. Вообще семейная жизнь – это самое тяжёлое испытание нашей судьбы. Самое тяжёлое. Потому что там очень много эгоизма. Очень много. Это большая проблема. Поэтому надо изо всех сил стараться, чтобы всё было нормально. Изо всех сил стараться. Особенно в отношениях с родителями своих близкого. Своё близкого. Это реально очень тяжёлое испытание. Очень тяжёлое. Какие ещё вопросы? Правильно. Давайте разберём стадии, этапы. Как вытащить человека из пропасти. Этапы, как вытащить. Это как раз ответ на вопрос молодого человека. У него вопрос правильный был. Всё правильно он сказал. Просто надо понять, что делать на самом деле в это время. И вдохновение является одним этапом этого действия. Одним из этапов. Просто отдохновение здесь или говорить всё будет хорошо, отвергать не надо. Просто надо знать, когда это говорить и в каком ключе. Итак, давайте этапы обсудим. Человек пошёл в пропасть. Вы находитесь где-то рядом. Родственник, не родственник не имеет значения. Что делать? Первый этап. Надо строить отношения любви. Отношения любви с родственником означает доверительно говорить ему об этом, о своей любви. Если этот человек чужой, значит надо просто ему давать комплименты. Ну, допустим, вы хотите помочь человеку. Какой-то, ну, друг, допустим, там вместе работаете. Он пошёл в пропасть. Вы видите, вы хотите ему помочь. Надо что-то приятное для него начинать делать. В рамках приличия, понимаете, не надо вести себя как-то вычурно. В рамках приличия. Допустим, в рамках приличия что вы можете для него сделать? Стул ему поставить, когда он на работу пришёл. Садись тут. У тебя стул я взял, садись, пожалуйста. Можно даже специально его взять, чтобы как-то отношения начать строить. Можно хитрить здесь. Просто он пришёл, ты, ой, извини. И раз, быстренько стул ему поставил. Садись, пожалуйста. Как у тебя дела? Всё, дальше не лезть ему в душу. Какое-то время просто обмен, взаимообмен. В рамках приличия. Не надо ему там подарки дарить. Не надо. Просто в рамках приличия взаимообмен. Чтоб сердце человека немножко мягче стало по отношению к вам. Немножко мягче. Если это родственник, что нужно делать? Нужно выполнять все обязанности перед ним. Он пошёл, его понесло. Надо выполнять свои обязанности перед ним и вообще его не трогать. Вообще ничего не говорить с ним. Надо от него немножко отстраниться. Выполнять все обязанности перед ним. терпеть всё, что он внесёт. И спокойненько к нему относиться. Спокойненько. Молчать. Ничего не говорить. Не трогать. Понимаете? Когда мы начинаем советы свои умные давать родственникам, от этого они только страдают ещё больше. У человека, допустим, в негатив пал. У него рушится жизнь. Он считает, что у него всё хорошо. Пускай он считает, что всё хорошо. У него рушится жизнь таким образом. Нет проблем. Это тоже проблема. Это болезнь разума. Как помочь? Надо выполнять свои обязанности. И не надо давать ему никакие советы в это время. Надо просто служить ему. Помогать ему во всём, заботиться о нём. Первая стадия. Вот так себя вести. Дальше. Вторая стадия. Что дальше нужно делать? Это большая проблема. Человек уходит, деградирует. Следующий этап. Начинается только тогда, когда этот человек начинает относиться к тебе хотя бы с чуточкой уважения. Вот ты ему так делаешь, делает. И в какой-то момент он перестаёт пренебрегать тобой и начинает как-то тебя ценить. Но этот момент наступит только в том случае, если вы не трогаете человека своими нравоучениями. Понимаете? Не надо вообще ему ничего говорить. Ещё раз, тысячу раз вам повторяю. Ничего ему не надо советовать и говорить. Надо просто давать человеку вот эти комплименты. С помощью поведения. Даже не с помощью слов. Потому что это будет всё как лесть восприниматься. Просто незаметно. Чем незаметнее, тем лучше служить ему. Делать так, чтобы он понимал, что это служение, но это было, чтобы как-то из-под валь, незаметно. Уважение придёт однозначно. Оно будет выражаться в том, что он перестанет хамить. Когда человек перестанет схамски обращаться с тобой, говорить грубо, говорить с подавленным настроением с тобой, говорить, ну то есть хамить, перестанет тебя обсуждать. Это значит, что он начал тебя уважать. С этого момента, когда уважение приходит, начинается уважение, Дальше следующий этап. Второй этап развития отношений. Это установление диалога. Установление диалога означает, что нужно с человеком говорить ни в коем случае, ни о чём-то важном. Нужно с ним говорить только о том, что не трогает близкие отношения и близкие чувства. То есть надо с ним говорить о том, что что-то вспоминать хорошее в жизни. Если он переводит разговор на что-то важное такое, на то, что трогает чувства, надо говорить, давай об этом попозже, потом, давай не будем об этом говорить. Надо заминать этот разговор немедленно. То есть надо говорить с ним о чём-то несущественном и в слова вкладывать как можно больше теплоты и заботы. То есть говорить о чём-то маловажном и держаться на сильно большом расстоянии от человека, очень на расстоянии. Как только вы этот этап достигнете, человек с вами с удовольствием начнёт говорить на те темы, которые вы предлагаете. Допустим, о том, что летом в Риге хорошая погода, там все купаются и так далее. Но я не знаю, какие-то темы у вас могут быть общие. Понимаете, я не знаю, какие у вас будут темы о том, что вот сейчас мода такая-то, вот это вот хорошо носить. Вот смотри, как это ходит в том хорошем чём-то. И это, то есть, ну, что-то такое, понимаете, что просто интересно поговорить об этом или о фильме каком-то обсудить. Но интересно поговорить, но это не касается нашей жизни. Понимаете? Следующий этап развития. Когда эта возможность получилась, появилась, человек начинает слушать вас. Он начинает слушать. У него появилась возможность слушать. И дальше, что вы должны сделать? Вы должны очень ненавязчиво предложить ему послушать то, что очень аккуратно разобьёт его философскую позицию. Например, можете предложить ему какую-то лекцию, не реваншистскую, в которой нет там лозунгов и всё прочее. Очень мягкая лекция, допустим, о том, как надо там режим дня соблюдать или ещё что-то. Если вы это сделали, он послушал, он из чувства уважения к вам послушает. Если вы увидели, что он негативно отнёсся к этому, то это значит, что его разум болен очень серьёзно. Это значит, что дальше этот путь будет бесполезен. Дальше этот путь надо отложить. И если так, как вы отношения не потеряли, надо извиниться перед ним, сказать, что ладно, это не твоё, скорее всего. И дальше нужно делать следующее. Надо включать очень тихонько духовную музыку. Голос святого человека должен постоянно играть в квартире. И если он отвергнет и это запретит вам это включать, значит, надо предлагать пищу Богу, освящать её и кормить этого человека этой пищей. Я знаю одного человека, который ел пищу освященную, не ел, вернее, делил пищу прямо вот так, ел не освященную, а освященную откладывал. То есть ему с пищей смешивали, и он вот ел это, не ел это. Представляете, даже такие стадии бывают болезни разума. То в этом случае надо идти в храм, брать освященную воду, кропить человека во время сна. Когда он спит, надо его кропить этой водой. Вот, надо какие-то предметы в его обиход, освященные предметы класть, чтобы он с ними контактировал, общался. Понимаете, когда вы это сделали, допустим, помогли таким образом человеку, он оттаял. Дальше его надо кормить освященной пищей. Оттаял, дальше надо включать опять духовную музыку. Оттаял, начал слушать. Дальше уже можно опять давать лекцию. Лекцию послушал, дальше что нужно сделать? Надо ему сказать, я же тебе говорила! Вот этого говорить ни в коем случае не надо. Дальше нужно что делать? Нужно смотреть на его реакцию. Если он, допустим, говорит, да, что-то на самом деле это трудно так делать. Ну, то есть, если он, в принципе, хотя бы чуть-чуть это принял, все, ни в коем случае это не обсуждать. Дальше нужно делать следующее. Нужно включать дома лекции на духовные темы, когда он находится в квартире. И давать ему возможность краешком уха это слушать. Энергия, информация в разум будет заходить сама. Надо просто слушать самой внимательно и давать ему возможность это слушать тоже, краешком уха. Если у него срыв произошел, он говорит, все, это больше не слушаем. Дальше опять на духовную музыку переключить, если срыв. Дальше опять вот и доходить до того опять. То есть, могут быть волны. И в конце концов, если вы таким мягким стилем будете действовать, человек должен сам начать чему-то следовать. И опять его не надо трогать. И я вам скажу один секрет. Ни на каком этапе помощи человеку никогда его не нужно трогать. Никогда ему не нужно советовать, что ему делать. Никогда не нужно его заставлять что-то делать. Никогда ему не нужно проповедовать и говорить свысока на темы о том, как надо правильно жить. Этого никогда не надо делать в своей семейной жизни. Запомните, в семейной жизни человек близкого человека учит только помощью, только ласковым словом, только тем, что он ему что-то нежненько подсовывает. Или вообще не подсовывает, а сам что-то нежненько делает рядом с ним такое. И все это делать надо с глубоким уважением и с глубоким терпением. И только так можно помочь близкому человеку справиться со своей судьбой. Если это не совсем близкий человек, а на работе, там тоже есть свои этапы. Первый этап – это ухаживание, ласка, забота. Второй этап – это беседы о жизни, не затрагивая от того вопроса, как их решать. То есть человек просто изливает вам свои проблемы, а вы просто его слушаете и говорите, да, это так трудно, это так тяжело. И здесь единственное, что вы должны делать обязательно, вы должны это говорить, да, это трудно, это тяжело в настроении. Ты хороший, и я хороший, и все будет хорошо. Надо говорить, да, это трудно, это тяжело, но в этом настроении надо постоянно с ним общаться. И он будет постоянно вам говорить, вот это плохо, у меня это плохо, и такая жизнь, у меня жена такая вообще, непонятно кто. И постоянно он так будет, и будет, и будет так говорить. А вы должны говорить ему, все, да, согласен, это плохо, надо поддержать, таким образом вы поддерживаете человека. Он будет какое-то время вам просто изливать свою душу. Потом следующий этап, что произойдет? На следующем этапе он начнет спрашивать. И если вы не поняли ничего в том, как помочь человеку, то на вопрос, допустим, мне от жены уходить или не уходить, вы будете отвечать, лечить печень или не лечить, это полный бред. Если он вас будет спрашивать, уходить от жены или не уходить, вам ему надо сказать, ты обязательно найдешь ответ на этот вопрос. Но сейчас, если ты хочешь моего совета, давай я тебе скажу, что надо делать. Если он готов слушать, начнет вас слушать, дайте ему самые минимальные способы, как работать со своим разумом. Самые минимальные способы это что? Чуть-чуть пораньше вставать, чуть-чуть слушать какую-то возвышенную музыку. Дальше пытаться есть освященную пищу или брать ее там в церкви ходить. Дальше обливаться с утра прохладной водой. То есть постепенно разум человека приводить в порядок. Понимаете? Вот с чего надо начинать менять отношения. И дальше надо давать человеку возможность слушать лекции, которые повышают его сознание. Дальше надо обсуждать с ним, как следовать этому всему. И ни в коем случае не смеяться и не заставлять его это делать. И только так можно помочь человеку подняться над собой. Нет другого способа, понимаете? Нет. Вот этим вот, что ты должен делать так, ты там демон плохой, там я тебя... Этим никогда человеку не поможешь. Никогда. Потому что это разрушает психику. Человек и сам знает, что он плохой. Зачем ему усыпать соль на рану? Человеку можно помочь только любовью и все. Больше нет другого способа. И только мягкий, спокойный, методичный подход является помощью. Запомнили? Записали? Все. Спасибо. На самом деле я хочу одну вещь сказать. Всегда, когда человек очень остро ставит какой-то вопрос, то в зале вся атмосфера сразу оживает и напрягается. Молодой человек сделал это. Он взял так и остро очень поставил вопрос, так поспорил, поругался со мной. Он меня взвинтил. Все сразу такие, что будет такое? Потом он мне не начал дальше со мной ругаться, спорить. Он просто промолчал. Все захлопали. Все, победа. Мы победили, короче. И потом лекция пошла в таком очень ключе, таком живом. Все начали слушать. Это всегда очень интересно, когда люди включаются так живо в беседу. Только искренние люди способны так делать. Остальные все просто инертно будут слушать. Но искренний человек, он хочет понять правду, как поступать, как действовать. И он постоянно, он может подколоть лектора даже там и все прочее. Это очень хорошо на самом деле. Это все оживляет, дает возможность лекцию проводить в таком более глубоком, густом ключе. И это, само собой, невозможно сделать. Только когда есть какая-то другая сила, которая действует в этом ключе. Тогда у меня была такая ситуация. Один человек в Днепропетровске, он встал и начал просто меня клеймить. То есть я перечислял разные виды правдивости, какие существуют. И он сказал, а эта правдивость, то есть спросил меня, это является правдивостью вообще сидеть перед всеми и что-то декламировать, выдвигать. И это как раз было следующее определение правдивости, что человек, который правдиво к жизни относится, считает своим долгом научить правде других. Там было так написано. Я говорю, ну идемте сюда, спускайтесь, сейчас прочитайте следующий пункт правдивости. И он прочитал это. Зал захлопал. И потом лекция прошла вот в таком же ключе. Все сидели, как Ленин в Кремле, знаете, такие слушали. Давайте будем желать всем счастья.